В Народном университете здорового образа жизни по методу Геннадия Андреевича Шичкова. Курс посвящен коллекции зрения по методу Шичковница. Это курс общего оздоровления и избавления от вредных привычек. Откройте ваши конспекты, напишите 5 занятие. И давайте повторим то, о чем шла вчера вечером. Запишите все, алкоголь, с красной строки, алкоголь является сосудозакупоривающим средством. Алкоголь является... Нет, это с ним. Нет, нижний этот. А это с ним. Алкоголь является сосудозакупоривающим средством, а табак приводит к спазму сосудов. А табак приводит к спазму сосудов. И давайте нарисуем эту картинку. Вот идет сосудик, он делится на два. Вместо ветвения сосуда подходит алкогольная склейка эритроцитов. Она его закупоривает. Сосудик раздувается. Морда лица от этого у пьяницы красной становится, от того, что сосуды раздуваются. Но кровоток прекращается в этом месте. Вот такое раздутие сосуда в медицине называется анемризма. Анемризма. А что происходит, когда человек травит себя ядовитым табачным дымом? В состав табачного дыма входит 196 ядовитых компонентов. Ядовитость табачного дыма сигареты в 4 раза превосходит ядовитость выхлопа автомобиля КамАЗ. И когда человек заклатывает 4 раза, когда человек заклатывает этот ядовитый дым в легкие, кровь тут же насыщается этими ядами. И защитная реакция организма по всем сосудам происходит спазм сосудов. Сосуды спазмируют. И вот человек затянулся, спазм сосудов, выдохнул. Сосудики потихонечку отходят, 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 еще траванемся, траванулся, спазм отходят, спазм отходят. Мы посчитали, в среднем курильщик за 8 лет около миллиона раз надругается над всей своей сосудистой системой. Но в отличие от такой гимнастики, где мышцы укрепляются, от этих спазмов сосуды делаются тонкими, хрупкими и ломкими. Истончаются сосуды. А теперь представьте, человек залил у себя алкогольного яда, пива, вина или водки, и тут же у него позакупорились сосудики, и тут же он естественно тянется за сигаретой и делает затяжку. У него идет спазм сосудов по всем сосудам. В том числе этот сосуд пытается спазмировать. А стеночка уже изношена, а стеночка натянута, а здесь избыточное давление снизу подпирает. И при какой-то очередной затяжке стенка не выдерживает, и происходит микрокровое излияние. Лопается, львется стенка сосуда. Если это происходит в мозгу, как называется эта болезнь, кто знает? Микроинсульт. Может парализовать даже. Если это питает участок сердечной мышцы, как будет называться эта болезнь? Микроинфарм. Поэтому все запишите. Алкоголь плюс табак это быстрая и верная смерть. Алкоголь плюс табак это быстрая и верная смерть. Вы спросите, какое отношение эта тема имеет к нашим глазам? Имеет самое непосредственное отношение. Дело в том, что сосудики сетчатки это одни из самых нежных сосудов организма. И именно они в первую очередь подвергаются и алкогольной, и табачной атаки. И вот по утрам у пьяниц, которые особенно либо сидели, где курили, либо сами сосали ядовики табачные дыры, у них налиты кровью глаза. Обратите внимание, после пьянки красные глаза. Это полопались сосудики сетчатки и, так сказать, как говорится, товар налицо. Товар налицо. Запишите все слова в шичко. Словать в шичко. И запишите такое слово сочетание. Пить, курить, переедать, носить очки. Пить, курить, переедать, носить очки. Носить очки. Поставьте тире, возьмите в кавычки все эти слова. Поставьте тире и напишите. Отравнять себя алкогольным и табачным ядом. Отравлять себя алкогольным и табачным ядом. Отравлять себя алкогольным и табачным ядом. Смешанным излишним питанием. Смешанным излишним питанием калечить глаза очками. Смешанным излишним питанием калечить глаза очками. Вот с этой минуты заранее в нашем народном университете запрещено употреблять слова пить по отношению к алкоголю, курить по отношению к табаку, переедать по отношению к смешанному питанию и носить очки по отношению к очкам. Почему? Потому что это те самые слова, которыми нас запрограммировали на это дело. И детей наших сейчас программируют этими же словами. Я вспоминаю, после войны у нас в деревне возле конторы на столбе висел огромный черный репродуктор. И три раза в день талантливым голосом глава Ивановна Шульченко на всю деревню из репродуктора этого неслось. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой. А потом выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем да снова нальем. А попробуй в те годы не выпить. Всех ведь в это дело-то и затянули. А представьте, Шульченко бы пела, давай отравимся, товарищ дорогой, алкогольным наркотическим ядом. За Родину отравимся, за Сталина отравнемся. Я думаю, долго бы она так не попела. Быстро бы ее прекратить. Но ведь по сути, во имя высочайших понятий, она людей призывала травиться наркотическими ядами. Поэтому сегодня в тех дневничках, которые вы вам вернули, вы дома сделаете работу над ошибками. Дневничок читаете, читаете, как только увидели слово пить по отношению к алкоголю, зачеркнули жирно, сверху что написали? Отравлять себя алкогольным ядом. Курить, зачеркнули, отравлять себя табачным ядом. Переедать, носить очки, зачеркнули, калечить глаза очками. С сегодняшнего дня поменяются и все производные слова. Сегодня я шла и встретила пьяного. Пьяного зачеркнуть, что написать? «Встретила человека, отравившего себя алкогольным ядом». Запишите все «пьяный». Подчеркните, возьмите в кавычки, поставьте кире «пьяный». Поставьте кире и напишите. «Человек, отравивший себя алкогольным ядом». Вот кто такой пьяный. Человек, отравивший себя алкогольным ядом. Сегодня я в компании пьющих курящих не была. Пьющих курящих зачерпнуть, что написать? Сегодня я в компании сумасшедших людей, отравляющих себя алкогольным и табачным ядом, к счастью, не была. Напишите здесь. Пьющие курящие. Пьющие курящие. Возьмите в кавычки, подчеркните, поставьте тире и напишите. Это сумасшедшие люди, отравляющие себя алкогольным и табачным ядом. Это сумасшедшие люди, отравляющие себя алкогольным и табачным ядом. Может быть, как вы идите, в той разе, что вы можете сделать, попробуйте. Да? Только так и себе. Алкогольным и табачным ядом. Вот некоторые из вас, я вижу, улыбаются, сидят. А в 98-м году, летом, в июле месяце, мне посчастливилось принять участие в 64-м Всемирном Конгрессе Международной Организации Гуманизма и Трезвости. Конгресс проходил в городе Эстерзунд, это Северная Швеция. Еще доллар стоил дешево, 5 рублей. И у нас большая делегация от Украины, Белоруссии и России на автобусе из Санкт-Петербурга через Финляндию, через залив, поехали в Швецию для участия в этом конгрессе. Мы приехали туда на день раньше. Ну и куда на следующий день люди русские идут? Ну и естественно, по магазинам посмотреть, чем эти швели отформят, поят, чем их одевают, во что. У них в центре города огромный магазин, квартал целый занимает, называется Донус, трехэтажный магазин. В этом магазине продается все. Вот о чем не подумаешь, оно в этом магазине продается. Мы три часа ходили по этому магазину. Единственное, чего в этом магазине не продают, так это пиво, вино и голубь. Для нас это было настолько дико. Мы ходили, ходили, ну где же это отделы? Нету отделов. Я подошел к отделу, где соки торгуются, и у продавщицы бантисты спрашивают, у вас пиво есть? Она аж испугалась. Новый, новый, новый алкоголь, новый, новый алкоголь, новый. Второй магазин заходим, нет алкоголя. Третий нет, четвертый, пятый. Я у шведа, который с нами ходил, спрашиваю, у вас что, сухой закон? Он говорит, пока нет. У нас на всю область за городом есть один магазин, который торгует алкоголем, пивом, вином, водом. Но работает он три часа в день, этот магазин. И все алкоголики со всей области туда приезжают отовариваться. Но всякий покупатель, который там покупает алкоголь, его фамилия и имя отчество Тулжи заносятся в компьютер, и по месту жительства в полицейский участок отправляется информация. Ждите, дурак приедет, уже взял, ждите, имейте в виду. И у них там в этом магазине бутылка водки стоит 24 американских доллара, а пачка сигарет стоит 8 долларов. И я, Швеция, первая европейская страна, где я увидел, что люди действительно к людям, которые употребляют алкоголь и табак, относятся как к людям сумасшедшим. Сумасшедшие. Сумасшедшие люди. И они себе вред наносят. Окружающим вред наносят. Да еще такие деньги сумасшедшие за это платят. Ну, сумасшедшие люди. Мы жили 8 дней. За 8 дней мы не видели ни одного полицейского в порт. Мы не видели ни одной конфликтной ситуации на улице. Всю ночь стоят возле дома велосипеды, коляски, открытые машины. Трезвые люди. Никому в голову не придет. Ни хулиганик, ни безопраздничек, ничего не дает. За 8 дней мы увидели всего двух пьяных. Одного шведа, одного русского. И люди от них вот так детей прижмут, как от прокаженных. Ну, сумасшедший человек, палкой ребенка ступит. Что с другой стороны? На конгрессе выступала министр труда Швеции. Молодая женщина. Выступила на английском языке. Выступала. Она выступила и сказала. Как министр... Она сказала. 8 из 16 членов правительства министра являются членами этой трезвенческой организации. Принципиально не употребляют ни алкоголь, ни табак. 8 из 16. Министра. И дальше она сказала. Как министр труда докладываю. В Швеции еще есть проблема безработицы. Но на 95% проблема безработицы связана с оставшимися алкогольными магазинами. Люди, которые в эти магазины ходят, работать не хотят. Они получают большие социальные посуды и их пропивают. А если их удается все-таки устроить на работу, они не могут показать нужное шведское качество труда. И дальше она сказала, что в 2000 году Швеция, по примеру Норвегии, поставит вопрос об окончательном закрытии алкогольной торговли на территории Швеции. А в Норвегии с 2000 года запрещена и продажа табака на территории Норвегии. Почему? Да потому что король Норвегии и Швеции любит свой народ. Он заботится, чтобы выросло здоровое, нормальное, сильное поколение. Норвегия и Швеция – это две самые богатые и самые бурно развивающиеся страны Западной Европы. Вы когда-нибудь что-то слышали об этом или нет? Какие есть еще механизмы разрушения организма алкогольным ядом? Существует прямой механизм разрушения клеток человека. Все вы знаете со школы, что этиловый спирт является универсальным растворителем. Но особенно хорошо спирт растворяет жиры. Но ведь оболочки человеческих клеток состоят из жировых молекул. И вот человеческая клетка подходит сюда молекулу алкоголя, взаимодействует с молекулой жира, выливает ее, и клетка повреждается. Вот именно через это повреждение внутрь клетки может попасть различные шлаки, яды, химия, экология. Может туда затянуть другую молекулу алкоголя. А здесь ядро, хромосомы. В конечном счете, этого молекулу алкоголя данную клетку может просто убить. Но вы скажете, а что нам клетки жалеть? У нас миллиарды клеток. Я согласен, жалеть особо клетки нечего. Но есть у человека клетки, которые надо очень и очень сильно пожалеть. Это так называемые половые клетки. Это клетки, из которых могут быть зачики и родиться пить. Если не дай вам такую клеточку по времени алкоголя, то вы получите вот такого вот ребенка, дебила. Потом молодежь подойдет, посмотрите. Или вот такого вот, одного из таких четырех. Либо вот такого вот, олигофрена. Либо вот такого с общей пастью. Либо вообще вот такого урода. Посмотрите, подойдете. Особенно страшная картина наблюдается, когда алкоголь повреждает зародышевую клетку, из которой рождается двойня. Вот все эти сиамские близнецы, это алкогольно поврежденные зародыши. И вот я перепотографировал из большой медицинской энциклопедии классических сиамских близнецов. Это человеческое существо, у которого две головки, четыре ручки, но одна попка и две ножки. А вот что недавно родилось у нас в Новосибирске. У этого существа одна головка, две ручки, но две попки и четыре ножки. И вот меня часто спрашивают, Владимир Георгиевич, ну а сколько можно пить, чтобы не навредить? Сколько можно на праздник пить, чтобы не навредить себе? Существует ли безопасная доза алкоголя? Запишите все. Безопасная доза алкоголя Безопасная доза алкоголя Безопасная доза алкоголя Для русских людей Для русских людей Ихакаса Для русских людей Ихакаса равна нулю. Равна нулю. Они-то почему не спились? Под этим заразники тоже, к сожалению, есть наука. Дело в том, что в организме каждого человека вырабатывается специальный фермент, который называется алкоголь-дегидрогеназа. Этот фермент призван какие-то случайные дозы алкоголя, попавшие в организм, нейтрализовать, чтобы он организм не отравил. Так вот, эта алкоголь-дегидрогеназа очень успешно и в больших количествах вырабатывается у всех южных народов, которые тысячелетиями в пищу употребляют виноград. Они едят виноград, виноград у них в желудочно-кишечном тракте бродит, вырабатывается спирт и вырабатывается фермент алкоголь-дегидрогеназа, который этот спирт нейтрализует. У северных народов, а мы русские и хакасы, народ северный, алкоголь-дегидрогеназа не вырабатывается практически совсем. Вот почему этому несчастному чукчи, якуту, ханту, им пять раз наливают по сто грамм, на шестой раз они уже алкоголики. У них вообще нет в организме этого фермента. И вот почему наши русские врачи в конце девятнадцатого столетия обнаружили закономерность. При понижении среднегодовой температуры на пять градусов смертность от алкоголя возрастает в десять раз. Вот почему были уничтожены алкоголем индейцы в Америке, у них не было этого фермента в крови. Вот почему за сто лет уничтожено шестьдесят два народонародности Российской Федерации. Это малые народы Сибири, Севера, Дальнего Востока. Вот почему уже десятый год уничтожаются и великие русские народы. Убивает его именно вот этот алкоголь. Ну и чтобы в завершении обидел, чтобы вы поняли какая идет страшная война, на которую мы совершенно не обращаем никакого внимания. 1 января этого года, 2000 года, вечером диктор новосибирского телевидения радостно сообщил, что сегодня в новогоднюю ночь на улице города Новосибирска было утром подобрано 78 трупов замерзших людей. Это в основном мужчины трудоспособного возраста, пьяные, замерзшие. А еще около 180 человек. За эту ночь отморозили себе руки-ноги, им их отрезали. И вот посмотрите репортаж из больницы скорой помощи. И показывает, сидят еще не протрезвевшие, уже отрезанные руки-ноги, так сказать, им отморозят. Так вот, 78 человек за одну новогоднюю ночь убить водкой, пивом и вином в Новосибирске, это ровно в 10 раз, чем убито за всю Чеченскую войну. В 10 раз больше погибло за одну новогоднюю ночь. Сколько мы слез продали по тем жертвам? Про эти-то жертвы хоть кто-нибудь когда-нибудь вспомнит или нет? Тысячами людей губят, убивают. Ваш владыка Викентий был, ваш епископ, уехал он от вас недавно, с ним разговаривают. Он показывает, вот стопка у меня, говорит, заявлений. Просят отпеть погибших от водки, от пьяных погибших. Он говорит, не может, это самоубийцы. Церковь не может их не отпевать, ничего их не поминать нельзя. Говорит, какое Слово Божье, кому нести, деревни-то все уже поспилисты, и хакасские, и русские. Потому что, тем более, туринские. Вот, пожалуйста, можно вопрос? Вот вы говорите, церковь... Потом вопрос. Я потом дал вопрос. Тем не менее, если они причащают сами по дорогам, то вот как это происходит? Значит, только люди, ни разу не бывшие в церкви, не носящие на других крестах, думают, что в церкви причащают вино. Это в ресторане причащают вино. В церкви существует величайшее таинство, когда слаборазбавленный как гон превращается в кровь Христова. И человека на маленькой серебряной ложечке, миллиграмм, на язык капают, идет причащение. И только еще раз говорю, только люди, не верующие, думают, что причащают вино. Более того, существует необъяснимый наукой феномен. Если священник, он готовит причастие на всех прихожан, чтобы всем хватило. И он, естественно, готовит его больше, ну, чтобы всем хватило. Но то, что остается после покаяния и после причастия, он не имеет права выйти, он должен это выпить сам. Так вот, если священник искренне верит в Бога, он выпит хадилитр этого причастия ни в одном глазу. Если священник в Бога не верит, стакан выпивает, косеет, пьяняет, дуреет. То есть для него это действительно вино. Поэтому еще раз говорю, никогда никому не говорите, что в церкви причащают вино. В церкви причащают тело и кровь Христова. То есть это величайшее таинство, которое никак с алкоголем в принципе не стяжело. Запишите все тему. Я вам вчера рассказал об энергетической концепции наркотиков. Сразу много вопросов. Почему об этом мало пишут? Почему об этом мало знают? Пишут об этом довольно много. И вот одна из первых публикаций была в аргументах и фактах номер 52 за 91 год. Большая статья Космынина. Кто мы, вампиры или доноры? И вот послушайте, что он здесь пишет. Существуют ли естественные способы нормализации энергетики человека? Да. Очищение, защита и подпитка систем жизненной энергетики происходят при постах и голоданиях, молитвах, религиозных ритуалах, в творчестве, при общении с природой, музыкой, искусством. Россия накопила огромный опыт восстановления энергетики. Храмы, иконы, посты, молитвы мощно очищают энергетические системы человека, способствуют распрытию души человека и гармонизации его личности. Давайте все запишем. Энергетика восстанавливается при постах и голоданиях, Энергетика восстанавливается при постах и голоданиях, молитвах, религиозных ритуалах, при постах и голоданиях, молитвах, религиозных ритуалах, религиозных ритуалах, в творчестве, всякий раз создавая что-то новое, у человека возрастает энергетика. При общении с природой, музыкой, искусством. И добавьте еще обливание ледяной водой. Прекрасно восстанавливает энергетику. Музыкой, искусством и обливание ледяной водой. Обливание ледяной водой. У нас в Новосибирске, у одной соратницы, она несколько лет вела занятия по этому шичком, у нее открылась так называемая прелесть. Начала видеть души людей. Видеть души, внутренние органы, все полячки. За одну минуту она могла про человека рассказать все, что у него внутри непорядок, лучше любого самого совершенного компьютерного томографа. И вот она рассказывает. Человек приходит с работы. Он устал. Поле у него ослаблено, искажено. Выходит на улицу, берет ветро воды. Встает, читает молитву. Отче наш себя осенил крестом, воду осенил крестом. Вобливает себя с головой, почти сразу поле восстанавливается вот таким вот шариком. Я с удивлением прочитал. В первой инструкции для медицинского вытрезвителя было написано. Пьяный человек, которого приносят, не может ходить и говорить, надо ему на голову вылить ведро ледяной воды. Даже при принудительном обливании головы ледяной водой, все равно какие-то внутренние энергетические резервы у человека просыпаются. Я вам вчера очень подробно рассказал, как взаимодействуют между собой на энергетическом уровне ближайшие родственники, родители и дети. Ну а через них теща, зять, то есть там свекровь, сноха, то есть вот это все цепочки можно их разрисовать. Причем эта связь, она не рвется в течение всей жизни. И никакие разводы, никакие разъезды эту связь нарушить не могут. И очень многие старые и больные матери чутко чувствуют, когда их детям плохо. Хотя дети за пять тысяч километров. Мать просто чувствует, что ее силы и энергии оставляют. Она понимает, что что-то случилось с ребенком, эта энергия пошла ему. То есть расстояние здесь не имеет никакой роли. Но всякий раз, когда люди вступают в общение, они помимо вербального контакта, слав слов, вступают под спутно еще между собой в энергетический контакт. И здесь может быть два случая. Когда один становится вампиром, сосет энергию, а второй донором отдает эту энергию. А второй случай, когда в процессе общения и тот и другой становятся донорами. Друг другу сообщают энергию, и в результате такого общения энергия и у одного, и у другого возрастает. Но система вампир-донор во всем хорошо известна. Наверняка в вашем окружении есть люди, с которыми вам очень тяжело общаться. Очень тяжело. А он еще вас подковырнет, чтобы вы закипятились. Вот этот человек по отношению к вам энергетический вампир. Он с вас энергию сосет, а вам это не нравится, вы это понимаете. А с другой стороны, в вашем окружении наверняка есть люди, с которыми так пообщаешься, и так тебе на душе хорошо, и ему вот эта вот система как раз донор-донор. Ну скажем, система донор-донор, я считаю, это мое общение с вами. Я искренне хочу всем вам помочь, научить, передать свой опыт, подсказать. А вы меня все сидите и заинтересованно и с благодарностью слушаете. И несмотря на то, что я здесь по три с половиной часа непрерывно говорю, я вам честно скажу, я на этих занятиях не устаю. Потому что я вам отдаю энергию, а вы ее собираете и мне назад возвращаете. Но должен сказать, что так бывает не всегда. Иногда в какой-нибудь город приедешь, первое занятие, вход свободный, обычно на первый или второй ряд садится один или два человека, которые с первой минуты первого занятия начинают с такой нутой ненавистью на меня смотреть, что я к концу первого занятия вот буквально падаю с ног, вот как выжатый лимон. Вот эти люди профессиональные энергетические вампиры. Они специально ходят на подобные мероприятия, потому что знают, придет полный зал народу, который жаждет исцеления, помощи. Эти люди будут ведущему энергию посылать, а они будут и из него, и из зала эту энергию отсасывать. Если эти люди, не дай бог, приходят на второе занятие, я их прекрасно вижу, я уже без всякого стеснения подхожу и говорю, вы поняли, кто я, а я понял, кто вы. Попрошу без скандала взять и очистить помещение. Молча поднимаются, молча уходят, они сами прекрасно знают, зачем и куда они ходят. Запишите все слова Шичко. Слова Шичко. Мы сегодня побольше его попишем. Слова Шичко. И запишите первое словосочетание. Выпить за здоровьем. Выпить за здоровьем. Выпить за здоровьем. Возьмите в кавычки, подчеркните, поставьте тире и напишите. Глупость. Абсурд. Глупость. Абсурд. Особенно меня выражает глупость так называемого грузинского застолья. Садятся люди за стол, и вдруг один встает и говорит, я предлагаю выпить вот за этого каца. Он к отцу и такой, и сикой, и пятый, и десятый. А к отцу уши развесил. А он, когда про него начал говорить, он с ним вступил в энергетическую связь. А потом хватит себя алкогольного яда занял, часть своей энергетики дьяволу выкинул, и с каца энергию содрал. Но к отцу-то тоже не дурак. Он стоит и говорит, а я, в своей очереди, за тебя предлагаю выпить, ты еще более такой-сякой. И оба, как говорится, сидят в дерьме, оба грязные. Но наш русский вариант тоже прекрасно известен. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю. И под столом встретились двое уважаемых людей, энергию дьяволу перекачали. Вот на этом все уважение у них и закончилось. Запишите следующее. Пить за здоровье детей. Пить за здоровье детей. Возьмите в кавычки. Пить за здоровье детей. Возьмите в кавычки, подчеркните, поставьте тире и напишите. Преступление перед ними. Преступление перед ними. Ну почему? Да потому что дети тем же самым взрослым-то ответить не могут. Правда? Ко мне очень много приходят на занятия воспитателей детских садов. В один голос говорят. Если в честь ребенка дома родители устраивают покойку, ребенок после этой покойки очень сильно и долго болеет. А вот газета «Аргументы и факты» опубликовала статью под названием «Праздничные беды». И вот послушайте, что они пишут. Взрослые искренне полагают, что устраивают праздники для детей. Но знаете ли вы, что по данным зарубежной статистики 80% нервных срывов у детей происходит именно в эти праздники? И последнее запишите. Пить на поминках. Пить на поминках. Возьмите в кавычки, подчеркните, поставьте тире и напишите. Тяжкий грех перед умершим. Пить на поминках. Тяжкий грех перед умершим. Перед умершим. Так вот, соратники, знайте. Употребление алкоголя на поминках – это тягчайший грех перед умершим человеком. И ни у одного народа мира никогда не было и быть не могло такого дьявольского сатанинского обычая употреблять алкогольный яд на поминках. А у русского народа всегда была поговорка – напился, нажрался, как дурак на поминках. Дурак мог позволить. Нормальный человек – никогда. Что такое поминки? Человек умер. На третий день его охоронят. Его душа находится еще среди нас. И этой душе предстоят тягчайшие испытания – мыторство. И вот после похорон должны собраться все близкие, родные, те, кто хорошо знали этого человека, и вспомнить об этой душе все доброе, светлое, чистое, хорошее, наполнить эту душу энергией, потому что ей предстоят тягчайшие испытания. А у нас что? Собрались, встал, два слова сказал, стакан водки, хлоп в себя, часть своей энергетики дьяволу выкинул, и с этой несчастной усопшей души начинает энергию сосать. Я был на одних поминках, где люди до того одурели от алкогольного яда, что забыли, зачем собрались. Начали песни петь, в пляс пускаться, к женщинам приставать. Но вот это и есть сатанизм, это и есть самые настоящие пляски на гробах. Странно, что у нас почти никто об этом ничего не знает. Я вот в Минске проводил группу, и одна соратница говорит, а как же, у меня вот сейчас будет 40 дней, кто-то умер в семье. Так если я водку не поставлю, они же меня осудят. Я даже не нашелся, что сказать, а одна бабушка повернулась и говорит, если они тебя, милочка, осудят, это будет их грех. А ты на душу греха не бери. Тебе покойник миллион раз спасибо скажет, что ты его по-божески, а не по-дьявольски в эти 40 дней поминул. Ну и в заключение этой темы я вам прочитаю маленькое стихотворение, которое написал наш соратник Виктор Иванович Ногайцев. Он живет в деревне Смоленское Алтайского края. Приезжал ко мне в Барнаул на занятия, прослушал эти лекции и написал вот такие, я считаю, замечательные стихи. В колониях детских и детских домах судьбы разбиты и схожи, потому что папа все пил, часто мама пила, пили бабушка с дедушкой тоже. Алкоголь, алкоголь, всем несет только боль, жизнь детишек на муки похожа, в семьях папа где пьет, с ним и мама все пьет, где пьют дедушка с бабушкой тоже. И идет над страной стон глухою волною, детский плач на мольбу похожий, просят папу не пей, просят маму не пей, просят бабушку с дедушкой тоже. И тогда лишь спокойно, ребячья душа, детство тоже на сказку похоже, когда папа не пьет, когда мама не пьет, не пьют дедушка с бабушкой тоже. Запишите все. Душу человека разрушают грехи и пороки. Душу человека разрушают грехи и пороки. Душу человека разрушают грехи и пороки. А через душу разрушается и тело. А через душу разрушается и тело. Приходят болезни. Приходят болезни. И давайте запишем определение. Грех, грех, это греческое слово, означает повреждение души. Грех, это повреждение души. Повторяющийся грех называется пороком. Грех, это повреждение души. А повторяющийся грех называется пороком. Интересно соратники точка зрения всех религий мира на причине болезни и несчастья человека. Все религии мира утверждают, что у каждого человека есть душа. И одно из назначений нашей души это оберегать наше тело. Но человек с помощью грехов и пороков может разрушать, повреждать свою душу. И через это повреждение в тело внедряется болезнь. И по большому счету болезни наши это расклада наша за грехи, за наши. И церковь говорит однозначно, заболел, так ты пойди покайся, ты перестань грешить, ты начни жить правильно, ты начни жить правильно, ты восстанови свою душу. И вслед за духовным здоровьем вернется к тебе и здоровье физическое. На сегодняшний день соратники, я ровно на 100% согласен с подобной трактовкой. В каждом обществе понятие греха и добродетели, добра и зла задает господствующая религия. В том числе у нас основная религия это православная религия. И у нас тоже есть свое понятие о добре и зле, о грехе и добродетели. И вот в 4 веке нашей эры в Египте жил православный священник преподобный Иоанн Лествичник. И этот Иоанн Лествичник взял на себя гигантский труд, расклассифицировал все греховные страсти, которыми дьявол искушает человека и разрушает его душу. И он таких грехов насчитал 147 штук. И вот здесь потом подойдете, посмотрите, у меня на ксероксе человечек распят вот этими греховными страстями. Потом подойдете, посмотрите. Но среди этих 147 грехов православная вера выделяет 7 так называемых смертных грехов. Это те грехи, которые не просто разрушают душу, а которые нашу бессмертную душу могут погубить совсем. Вот эти грехи надо обязательно знать и давайте мы их запишем. 7 смертных грехов. Самый тяжкий смертный грех называется гордыня. Гордыня. Гордыня, соратники, это не гордость в нашем понимании слова. Нет. Гордыня – это неверие человека в Бога. Я даже не так скажу. Вот все мы здесь сидим, люди верующие. Одни искренне верят, что Бог есть, а другие также искренне верят, что Бога нет. Но среди людей, которые уверовали, что Бога нет, есть часть людей, которые впали в тягчайший смертный грех гордыню. Это люди, которые уверовали, что если нет Бога, то не будет над ними и высшего Божьего суда. Это самые страшные и самые подлые люди, какие только живут на земле. Эти люди свободно могут совершить убийство, потому что убийство входит в гордыню. Почему убийство гордыня? Да потому что человек себя ставит выше Бога. Бог дает человеку жизнь, Бог ее должен и забрать. И человек не вправе распорядиться чужой жизнью, иначе он себя поставит выше Бога. Сюда входит страшный смертный грех самоубийства в гордыню. Почему самоубийство тоже гордыня? Опять человек себя ставит выше Бога. Господь дал нам крест, его надо нести до конца, а тут человек пускает себе пулю в лоб и не раскаившись уходит из жизни. У нас до революции самоубийц не хоронили на кладбище вместе со всеми. Их не отпевали, не поминали. И самоубийство было настолько редчайшим явлением, я посмотрел в истории Российской империи, были периоды по 6-8 лет, когда не было фиксировано в стране ни одного самоубийства. На сегодняшний день царапики Российская Федерация вышла на первое место в мире по числу самоубийств на 100 тысяч населения. А вот за Уралом есть республика Удмуртия, а на первое место в России держит. Это говорит о том, что в бездуховную пропасть катится наш народ, наше общество. Это самый страшный показатель, который только можно представить самоубийством в обществе и в стране. Следующий смертный грех, запишите, называется «сребролюбие». Сребролюбие. От слова «серебро». Сребролюбие. Сребролюбие, зарадники, это жадность человека к деньгам. Это жадность человека к вещам. Я даже не так скажу. Это жажда незаработанных благ. Вот что такое сребролюбие. Сюда входит обман, махинация, спекуляция, воровство, наживание. Сребролюбие, стяжательство. Все это смертный грех называется сребролюбие. Кстати, православная вера, единственная вера на земле, которая возводит сребролюбие в ранг смертного греха, губящего душу человека. И вот вы знаете, соратники, я очень долго не мог себя понять. Вот уже десятый год, все эти чубайсы, гайдары, они визжат с экрана телевизора. Владимир Георгиевич, ну что ты теряешься? Ну что ты теряешься, Владимир Георгиевич? Да ты иди с ближнего, сдирай рубаху со шкурой, набивай карман. С твоими-то способностями, да с твоими возможностями. Да ты бы уж давно на своих самолетах летал, да на Мерседесах ездил. А я не могу. Понимаете? Не могу пойти с ближнего содрать рубаху. Свою рубаху отдать могу, содрать не могу. Я долго не мог понять, почему я это сделать не могу. И вдруг до меня, наконец, нашло. Оказывается, я русский, православный человек. Для меня этой гадостью заняться, это все равно, что взять свою душу, растоптать. На этом все и закончить. Были у нас до революции в России богатые купцы. Были у нас богатые промышленники. Но каждый русский богатый купец и промышленник, как только он накапливал очередной миллион, он этот миллион не прожирал. Он этот миллион в доллары за рубеж не переводил. А он шел на этот миллион, строил храм, строил больницу, строил школу, строил приют. Он возвращал назад людям этот миллион. И это была неблаготворительность в том виде, как нам сейчас эти олигархи преподносят. Придет на какую-нибудь презентацию Березовский, швырнет туда пять тысяч на бедность. Да плевал я на такую благотворительность. Миллиарды человек наворовал. Наши купцы-промышленники, они благотворительностью не занимались. Эти люди душу свою спасали. Это был величайший религиозный акт, когда человек, понимая, что ну не совсем правильно, ему деньги-то пришли, он их шел и назад людям взял, скопом и возвращал. Ох, как наши нынешние правители, искушают нашу молодежь вот этими шальными незаработанными рублями. Ответят они за это соратники страшно. Конец у них будет просто страшный. Поверьте мне, за то, что с молодежью они сотворили. Следующий смертный грех – зависть. Зависть. Следующий смертный грех – гнев. Гнев. Следующий – печаль. Гнев – печаль. Пятый печаль. Запишите все. Печаль по умершим – это грех, и грех тягчайший. Печаль по умершим – это грех, и грех тягчайший. Грех и грех тягчайший. Вот вы знаете, соратники, за эти десятилетия безбожия мы столько накуролесили в духовной области, трудно даже оценить. Но самые страшные нарушения произошли в той области, которая регламентирует взаимоотношения нас, живых людей, с теми нашими родственниками, которые умерли. Существуют законы взаимодействия живого и мертвого мира. И нарушать эти законы не дозволены никому. Вот наши с вами предки, если в разговоре случайно упоминали какого-нибудь умершего деда, прадеда, они тут же останавливались и что добавляли? И царствие ему небесное – отвязаться. Любым способом отвязаться о мысли о умершем человеке, чтобы, не дай Бог, не впасть в печаль по нему. А у нас что? Годами над этими фотокарточками рыдают. К слову и не к слову поминают. И эти люди не только свою душу губят, они и той душе, которая умерла, упокоиться не дают. И подчас случаются вещи, когда неупокоенные души возвращаются и начинают жить среди нас в наших квартирах. А некоторые маленькие дети видят души людей. Кстати, маленькие дети почти все видят души людей. У них есть эта способность. И маленький ребенок безошибочно отличает плохого человека от хорошего. У хорошего человека он видит светлая душа, а он к незнакомому на руки идет. А у плохого душа черная, а он близкого родственника кричит, орет, боится и пугается. Так вот эти маленькие дети видят и неупокоенные души. И вот ребенок криком кричит, боится в какую-то темную комнату заходить. Он там чего-то видит, чего-то пугается. А там душа неупокоенная живет. Вызывают священника, пришел, покропил, помолил, так сказать, отправил эту душу туда, куда надо. На следующий день ребенок заходит, ничего не видит, ничего не боится. Когда можно печалиться и плакать об умершем человеке. Умер человек, плачь, печалься. Три дня плачь, печалься, это законно. Потом поминки отвели, на какой день надо попечалиться? На девятый день, на сороковой, на полгода, на год. Кроме того, запишите, существуют дни особого поминовения усопших. Существуют дни особого поминовения усопших. Это шесть поминальных суббот. Шесть поминальных родительских суббот. Вы пойдете в любой храм, там эти субботы расписаны. Но одну из этих суббот, Троицкую родительскую субботу, знают все, потому что в этот день все автобусы в городе везут народ на кладбище. Да? Поправляют могилки, Троицкая родительская суббота. Так вот, в эти поминальные субботы, соратники, открывается прямой канал связи между нами, людьми живыми, и теми нашими предками, которые умерли. И в этот день мы не просто можем попечалиться, а мы обязаны попечалиться. И сходить в храм, и поставить свечку, и помянуть. А знаете, сколько мы должны с вами знать и поминать своих предков по именам? Семь поколений. Семь поколений мы обязаны помнить и чтить своих родителей, дедов, прадедов, прапрадедов, пращуров, прапращуров и прародителя. Потому что семь поколений сформировали нашу душу и тело. И они ждут от нас этой благодарной помощи. Кроме нас им помочь больше там никто не может. Следующий смертный грех запишите. Чрево угодья. Чрево угодья и седьмой блуд. Чрево угодья и блуд. Ну, чрево угодья – это угода своему чреву. Тут и пьянство, и наркомания, тут сидит и отжорство. Ну, а блуд тоже, как говорится, понятно. Так что нам с вами, соратники, еще, как говорится, работать, работать и работать. Запишите все. Сознание человека очищается дневником и самовнушением. Сознание человека очищается дневником и самовнушением. А душа очищается покаянием, постом и молитвой. Сознание очищается дневником и самовнушением. А душа очищается покаянием, постом и молитвой. И запишите заголовочки. Православные посты. Православные посты. Пост – это религиозная форма ведения здорового образа жизни. Во время поста человек отказывает себе во многих так называемых мирских удовольствиях. Во время поста накладывается определенное ограничение, в том числе и на пищу. Во время православного поста чего есть нельзя? Кто знает? Не только мясо. Вообще пищу животного происхождения. Масло можно есть во время поста? Можно, но только масло постное. У меня в деревне до сегодняшнего дня растительное масло все называют постным маслом, потому что его можно есть в отдельные дни поста. Запишите все. Каждая среда и пятница. В среду в память о предательстве Иуда и Христа, и чтобы никогда никого и нигде и ничто не предать, православные люди в среду держат пост. В среду. А в пятницу в память о грестных страданиях Спасителя. В пятницу его распяли Христа, он весь день мучился, умирал. И вот в память об этих страданиях православные люди держат пост. Ну и запишите четыре длительных поста. Это Великий пост. Семь недель перед Пасхой. Потом Петров пост. Великий пост. Петров пост. Ну, зайдете любой календарь, возьмете православный, там написано. Петров пост. Успенский пост. В августе будет сейчас посвящен Пресвятой Богородице. Успенский пост. И Рождественский пост. Успенский пост, Рождественский пост. Он сорокатневный, начинается от 28 января, заканчивается 6 января. А 7 января какой у нас праздник, кто знает? Рождество Христово. Так вот, соратники, какие бы мы ни были с вами атеисты, А живем мы с вами сегодня в тысячу, в двухтысячном году от Р.Х. Но Р.Х. это не республика Хакасия, а от Рождества Христова. Наше нынешнее летоисчисление как раз началось 2000 лет назад, год рождения Иисуса Христа. Ну и вы спросите, а какое это имеет отношение к нашим глазам? Так вот, соратники, вот это имеет такое отношение к нашим глазам, Какое не имеет ничто другое. Потому что, запишите, глаза – это зеркало нашей души. Глаза – это зеркало нашей души. И очень многие расстройства зрения связаны именно с неполадками у человека на душе. Не хотят глаза на мир смотреть и перестают видеть, перестают смотреть. Глаза – это зеркало нашей души. А сейчас все запишите им тему «Специальные упражнения для глаз». «Специальные упражнения для глаз». «Специальные упражнения для глаз». «Утром и вечером». «Утром и вечером». Двоеточие. Первое. «Утром и вечером». «Брызгать в открытые глаза холодной кипяченой водой». Брызгать в открытые глаза холодной кипяченой водой. В скобочках лучше талой. Умываться свежим снегом. Прокипятить, заморозить, а потом оттаившую воду ей умываться и брызгать глаза талой водой. Умываться свежим снегом. Талая вода и снежная вода сохраняют полимерную структуру льда. И эта вода очень эффективно вытягивает шлаки и яды из наших плеток организма. Очень хорошо подходит. И вот мы своих детей весной никогда не отучим сосать сосульки. Инстинктивно дети сосут весной сосульки, потому что потребность в талой воде в очистке организма. Обратите внимание, собаки выбежат из дома, первым делом зимой что? Снег не дят. Тоже инстинктивно им нужна талая вода для лучшей очистки своего организма. Второе запишите. Строить себе рожи. Строить себе рожи. И гримасы напряжения на лице. Строить себе рожи. И гримасы напряжения на лице. Так, почему, спрашивает вода кипяченая. Чтобы убрать хлорку. Хлорка съедает глаза. Хлорка съедает глаза. Поэтому воду надо отстоять, откипятить, чтобы хлорка ушла. Только после этого можно было брызгать глаза. Что? Ну, искалиться можно и так. Ну, очищенное можно тоже, наверное, очищенное. Итак, строить себе рожи и гримасы напряжения на лице. Очень полезное упражнение. Все сделали для меня центральную фиксацию. Поморгали, поморгали, поморгали. Посмотрели, поморгали, поморгали. Сделали на табличку, вот на эту центральную фиксацию. Просто поморгали, поморгали. Поморгали, там очень мелко написано. Но написано очень интересно. Сигарета, это Бигфордов шнур, с одного конца которого огонек, а с другого дурак. Бернард Шоу высказал такую очень интересную мысль про сигарету. А теперь давайте друг другу построим рожи и гримасы напряжения на лице. Ну-ка, очки надо снять вообще с носа, они очень быстро на глаза лезут. Ну-ка, давайте друг другу построим. Понапрягали все мышцы, как и есть на лице. Ушами подвигали, глазами. Ну-ка, веселей, веселей. Поработали, поработали, поработали. Да никто вас не снимает, меня снимает. Все равно не видно. Очень полезное упражнение. Очень полезное упражнение. Дело в том, что глазодвигательные мышцы, это лицевые мышцы. И чем лучше развиты все мышцы на лице, тем лучше будут работать и глазодвигательные мышцы, тем лучше будет их кровоснабжение. Вот обратите внимание, грудные дети лежат на спинке, они постоянно непроизвольно гримасничают. Обратите внимание, он лежит и так, у него дергается то эта мышца, то та. Инстинктивно мышца напрягается, расслабляется, чтобы прокачать кровь, чтобы мышца лицевая у ребенка развивалась. Третье запишите. Выполнять утренний и вечерний комплекс упражнений. Выполнять утренний и вечерний комплекс упражнений. Мы с вами его сегодня запишем под запись, а сделаем только кусочек сидя. Сделаем массаж глаз и эфирные глаза. Выполнять утренний и вечерний комплекс упражнений. А теперь запишите такой заголовочек. Упражнение вблизи-вдали. Упражнение вблизи-вдали. Таких упражнений придуманы сотни. Вы сами их еще придумаете. Но самое первое упражнение это метка на стекле. Запишите. Метка на стекле. Метка на стекле. Как делается это упражнение? Вы подходите к любому стеклу и приклеиваете, прислюнявливаете кусочек бумажки. Без очков. И делаете упражнение. Моргнули на бумажку. Моргнули. Вдаль. Бумажка. Вдаль. Бумажка. Вдаль. Бумажка. Вдаль. Что вы при этом делаете? Вы тренируете косые мышцы глаз. Когда вы смотрите на бумажку, вы напрягаете косые мышцы глаз. Видите бумажку. Потом моргнули. Посмотрели вдаль. Расслабили мышцы косые. Напрягли. Расслабили. Сдавили глазик, ослабили. Сдавили, ослабили. Это упражнение очень полезно и близоруким, и дальнозорким. Потому что близорукие учатся расслаблять косые мышцы, а дальнозоркие, у кого плоский глаз, учатся тренировать косые мышцы, сжимать свой глаз. Я вот когда восстанавливал зрение, я всегда на остановке не стоял, а в стороночку отойду за кустик, чтобы перед глазами был листочек. И стою просто, моргнул на листочек, моргнул вдаль, листочек вдаль, листочек вдаль, листочек вдаль. Все стоят дурака валяют, а я тренирую косые мышцы глаз. Всякий раз, когда я из академгородка на электричке еду в город, я всегда сажусь у окошечка, прилепил кусочек билета к стеклешечку, и еду, тренирую косые мышцы глаз. Моргнул на бумажку, моргнул вдаль, бумажка вдаль, бумажка вдаль. На остановках делаю центральную фиксацию на вывеску, скажем, название станции. Сделал центральную фиксацию, поработал и еду дальше. Все едут дурака валяют, а я еду, и эти 35 минут тренирую свои мышцы глаз. Запишите, запишите еще упражнение. Запишите такое упражнение. Вот я придумал, кстати, это я придумал упражнение по бейцу. Бабочка прилетает к вам на брови. Это упражнение из серии вблизи в тали. Бабочка прилетает к вам на брови. Бабочка прилетает к вам на брови. Все соратники поморгали. Очки вообще снять надо в карман положить, чтобы они не мешали. Все, пожалуйста, посмотрите. Вон там он наверху, под потолком, сидит красивая бабочка. И вот представьте, эта бабочка вдоль потолка летит, 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 потом раз и садится к вам на брови. Посмотрели себя на брови, поморгали. Долго на брови смотреть нельзя. А теперь давайте ее с бровей отправим назад к потолку и дальше. Ну-ка, о-о-о! И бабочка улетела. Какие мы с вами мышцы тренируем? Верхние прямые поднимаем глаза, да? И косые мышцы, потому что, когда мы смотрим на брови, мы должны максимально возможно сжать глаз, чтобы увидеть свои брови. Третье запишите. На кончик носа. На кончик носа. А здесь надо представить, что бабочка сидит на уровне вашей головы. Где-то вот здесь вот на доске сидит красивая бабочка. И вот представьте, она над головами летит, 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 летит и садится к вам на кончик носа. Посмотрели, поморгали, долго нельзя смотреть на кончик носа. А теперь с кончика носа, ее опять над головами, направьте сюда, на этот участок доски. Ну-ка. О, и бабочка улетела. Какие мышцы тренируем? Мы тренируем внутренние прямые мышцы, да? Сходим к носу глаза. И косые, потому что смотреть на кончик носа, это надо максимально возможно, напрячь косые мышцы глаз. Запишите еще. На верхнюю губу, на усы. На верхнюю губу, на усы бабочка прилетает. На верхнюю губу, на усы. А здесь надо представить, что бабочка сидит на земле, далеко на земле. И вот она вдоль земли летит, 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 хоп, и садится вам на усы. Да не на мои усы, на свои смотрите, на свою губу верхнюю смотрите, да? Посмотрели, поморгали, долго нельзя смотреть. А теперь с верхней губы отправили ее вниз и вдоль пола. Уже и бабочка улетела. Какие мы мышцы тренируем? Мы тренируем нижние прямые мышцы и опять косые. Когда смотрим на верхнюю губу, мы их максимально возможно косые мышцы должны напрячь. Вот эти упражнения, соратники, можно делать где угодно и когда угодно, правда? Ничего для этого не надо. Вызвал вас начальник, и давай вас ругать и распекать. А вы стоите, бабочек пускаете с носа на нос. Ну делать-то нечего, правда. Ну ему на нос, на свой посмотрели. Его дело вас ругать, а ваше дело, как говорится, воспринимать все адекватно. Так, запишите все. При близорукости. При близорукости. Плакатик мне дайте, пожалуйста, один. При близорукости. При близорукости. Упражнение с таблицей номер один и номер два. Упражнение с таблицей номер один и номер два. Я вам сегодня выдал еще несколько таблиц. Их надо дома аккуратно разрезать. И вот таблица номер четыре. Эта таблица, она и для близоруких, и для дальнозоруких, это карманная проверочная таблица. Ее можно вырезать и повесить, либо с собой на работе под стекло положить, либо в карманчик, и всякий раз взяли и посмотрели на вытянутую руку, какие вы буквы на этой табличке видите. Таблица номер пять, это таблица для дальнозорких. Они всякий раз должны смотреть, какой они шли, но сегодня видят своими глазами без очков на этом плакатике. А вот таблицу номер два, все ее найдите, вот она здесь, таблица номер два. На этой таблице написан точно такой же текст, как и на таблице номер один. Дать людям зрение и возможность исправить многие аномалии рефракции и так далее. Так вот эту вот таблицу номер два вам надо вырезать и наклеить вот на такую картонку. И положить таблицу номер два возле таблицы номер один, чтобы она тут рядышком все время и висела. И вот у вас появилась у близоруких одна минута свободного времени. Вы берете пустые очки без стекла, заматываете себе левый глаз тряпочкой черной, как пират. Заматываете левый глаз, надеваете, берете в руки таблицу номер два и отходите от таблицы номер один на такое расстояние, чтобы правый глаз слово дать видел, а слово людям видел хуже. И начинаете тренировку. Вы берете таблицу номер два, подносите к глазу и смотрите близорукие. Дать, 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 дать. Потом моргнули и стрельнули глазом на таблицу номер один. И вы четко увидите слово дать. Потом людям, 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 людям моргнули. Посмотрели, вы увидите слово людям. Зрение, зрение, увидите зрение, даже возможность слова увидите. На чём основан эффект тренировки? Дело в том, что человек очень хорошо видит знакомые предметы. Очень хорошо видит знакомые предметы. Если он знает, что здесь надо увидеть слово зрение, глаза сами так расслабятся, подстроятся, что он это слово зрение здесь увидит. Понимаете? Нет. Потренировали минутку правый глаз, перемотали повязочку на левый глаз, потренировали левый глаз, отошли опять, дать, дать, людям, людям. Можно за 2 минуты спуститься на 4-5 строчек вниз. Запишите всем. Раскачивание пальца, наклонив голову. Что такое раскачивание пальца? Все, пожалуйста, возьмите свой указательный палец и вот так мне погрозите. Ну-ка, погрозите. У меня указательный пальцем. Ну, не со зверским, конечно, выражением лица. Погрозили, да? А теперь этот указательный палец поднесите к носу таким образом, чтобы нос почти касался основания указательного пальца. А сам палец на уровне глаз. А теперь вы все смотрите далеко на меня и быстро-быстро покачаете указательный палец. Туда-сюда, 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 туда-сюда. Смотрите не на палец, а на меня. Качается палец? Качается? Качается. Остановились. А теперь сделали такое упражнение. Палец неподвижный. Вы смотрите на сцену. Не на палец, а на сцену. И быстро-быстро туда-сюда покрутили головой. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Головой покрутили. Туда-сюда, туда. Качается палец? Качается. Вот это упражнение называется раскачивание пальца. Оно очень полезно для людей дальнозорких и у кого плоские глаза. Как оно делается? Смотрите. Вы берете указательный палец, наклоняетесь вниз, чтобы голова была горизонтально вниз. Палец ставите возле носа. Смотрите на землю. Постояли, а потом покачали, покачали. Туда-сюда, 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 туда-сюда. Что при этом происходит? У человека глаза жидкие, правда? И когда он голову вниз наклоняет, под действием силы тяжести глаза вниз вытягиваются. Согласны? А если он еще вот так покрутит головой, то за счет центробежной силы они еще сильнее вперед вытягиваются. А что нужно дальнозорким людям, у кого плоские глаза? Вытянуть вперед как можно сильнее глаза. И вот если вам нужно срочно увидеть что-то мелкое, вблизи, а глазки не видят, аккуратненько опустили головку, расслабились, а потом туда-сюда, 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 покрутили, покрутили, посмотрели, глаза увидят, потому что они за счет этого упражнения вытянутся. Очень полезное упражнение для дальнозорких и у кого плоские глаза. Мы еще забыли одно упражнение, для всех оно полезное. Запишите все. Большой палец. Большой палец. Это упражнение из сирии вблизи вдови. Большой палец. Все вот так вытяните на вперед большой палец перед собой. Как мы здорово с вами занимаемся, так? А теперь все поморгали, поморгали, посмотрели на свой палец, подносим его к носу, моргаем сантиметров на 15, относим, а потом моргнули и посмотрели вдаль. Что мы с вами делаем? Мы тренируем косые мышцы глаз, правда? Смотрим на палец, на приблик. Чем ближе подносим, тем сильнее напрягаем косые мышцы, относим, расслабляем, а потом моргнули и посмотрели вдаль, расслабили их как можно сильнее. Вот вам, пожалуйста, прибор. Большой палец. Так, запишите всем. При косоглазии. При косоглазии. При косоглазии. Первое. При косоглазии. Первое. Расслабить все мышцы глаз. Расслабить все мышцы глаз. А давайте-ка мы сейчас запишем все упражнения на расслабление мышц глаз, которые мы с вами изучали. Ну-ка расскажите мне, какие упражнения мы знаем. Пальминг. Пальминг. Но я бы пальминг поставил на второе место. А на первое место запишите. Соляризация глаз на солнце. Это первое самое. Расслабить все мышцы глаз. В скобочках. Соляризация на солнце. Раз. Потом пальминг я бы поставил. Соляризация на солнце. Пальминг. Потом большие повороты. Большие повороты. Расслабляют очень сильно мышцы глаз. Большие повороты. Медвежьи покачивания. Большие повороты. Медвежьи покачивания. Легкие моргания. Расслабляют. Покачивания. Легкие моргания. Закрывание глаз. Расслабляют. Закрывание глаз. Прикрывание глаз рукой. Тоже расслабляют. Закрывание глаз. Прикрывание глаз рукой. Так, что еще? Представление чего-то черного. Расслабляет. Представление чего-то черного. Запишите еще. Смотреть на абсолютно белую поверхность. Так. Какие еще мы знаем упражнения на расслабление? Приятное воспоминание. Конечно, прекраснейшее упражнение на расслабление. Приятное воспоминание. Вот мы сколько много с вами знаем, да? Итак, для того, чтобы убрать косоглазие, надо что? Расслабить все мышцы глаз. Второе. Запишите второе. Большой буквой второе. Второе. Закрываем сильный глаз пиратскими очками. Второе. Закрываем сильный глаз пиратскими очками. Пиратскими очками. Слабым глазом смотрим на себя в зеркало. Слабым глазом смотрим на себя в зеркало. Делаем повороты головой. Смотрим на себя в зеркало. Делаем повороты головой. Тренируем ослабленную мышцу. Тренируем ослабленную мышцу. Тренируем ослабленную мышцу. В чем причина косоглазия? Причина косоглазия в том, что одна мышца у человека сильно напрягается, а вторая ослабевает. И в результате один глаз смотрит прямо, а другой, допустим, косит вовнутрь. Чтобы убрать косоглазие, надо что сделать? Первое. Расслабить все мышцы глаз. В том числе расслабить ту, которая напряжена в угла глаз. Правда? Она же тоже будет расслабляться. А потом вы делаете, закрываете сильный глаз пиратскими очками. Вот представьте, что у меня... Что? Сильный глаз, который не косой. Сильный, который не косой. Обычно тот, который хуже видит, тот и косит. Сильный глаз закрываете повязкой. А косым глазом смотрите на себя в зеркало. И делаете повороты головой, смотря на себя все время в зеркало. Тренируете вот эту ослабленную мышцу. Вот я делаю повороты головой. И все время смотрю, смотрю туда. И я шпун заставляю тренироваться вот эту ослабленную мышцу. Эту мышцу я расслабил. Эту подтренировал. И мышцы сами ставят глаз на место. Очень многие люди, даже после первого такого упражнения, снимают очки, делают пальмы, смотрят. И глаза у них смотрят какое-то время, смотрят прямо. Потом опять эта мышца напрягается, уводит глаз. Ничего страшного. Надо натренировать эту мышцу посильнее. И она глаз будет все время держать. Понятно? Запишите все. У детей. У детей. Косоглазие у детей. Заголовок. Косоглазие у детей. Косоглазие у детей. Первое. Расслабить все мышцы глаз. Три восклицательных знака. Расслабить все мышцы глаз. Три восклицательных знака. Ну как у ребенка расслабить мышцы глаз? Покрутитесь с ним. Покружитесь. Сделайте с ним пальминг. Сами ему сделайте пальминг. В это время рассказывайте какую-то интересную сказку. Очень дети любят, когда им рассказывают про то, как они были маленькие. Вот мои дочери могли часами слушать о том, как вот они были маленькие, в ясеньки ходили, чего там они делали. Они могли, я говорю, часами сидеть, не отрываясь слушать. Для них это очень приятные для детей собственные воспоминания. Вы пробуждаете. Второе запишите. Смотреть телевизор. Смотреть телевизор в пиратских очках со щелью. Смотреть телевизор в пиратских очках со щелью. Значит, представьте, что у вашего ребенка косит вовнутрь правый глаз. Вы ему расслабили все мышцы глаз, потом себе надеваете пиратские очки для солидарности. А ребенку надеваете пиратские очки, закрываете ему сильный глаз полностью, полностью. А на слабом глазу, который косит, делаете щель, перекрываете ему путь туда, куда косит глаз. И садите его смотреть телевизор через эту дырку правым боком. Вот так вот. А ему же мультик хочется смотреть, правда? И он более-неволей будет этот глаз сюда поворачивать, эту дырку телевизор смотреть. А при этом что будет тренироваться вот эта ослабленная мышца. Посидели минут 15 с ним, посмотрели мультфильм, у него эта мышца подтренировалась, эта мышца у него расслабилась, и глазки сами встают на место у ребенка. Если у ребенка глаз косит наружу, то щель надо сделать где? Возле носа, да? И посадить его смотреть вдоль носа, чтобы он эту мышцу тренировал. Вообще, когда меня спрашивают, Владимир Георгиевич, что такое метод Бейца, я всегда отвечаю, метод Бейца это 5 слов. Напряженные мышцы расслабить, слабые натренировать. Все. Вот и весь метод Бейца. Что? По очереди надо, у него напряжены внутренние мышцы, ослабленные наружные. Тут надо то один, то другой глазик тренировать наружную мышцу, то одну, то другую. Вот и все. Понятно? То есть принцип, конечно, очень простой. И последнее запишите. При астигматизме. А он почти у всех присутствует из вас. При астигматизме. При астигматизме. Первое. Расслабить все мышцы глаз. Три восклицательных знака. Расслабить все мышцы глаз. Три восклицательных знака. Три восклицательных знака. Второе. Читать. Читать. Что? Видите? Читать при хорошем освещении. Читать при хорошем освещении. Постоянно себя контролируя. Постоянно себя контролируя. Постоянно себя контролируя. Как только буквы поплывут, поплывут в кавычках. Делать пальминг. Бейтс для астигматиков рекомендует как можно чаще иметь дело с хорошо узнаваемыми предметами. Но мы с вами лучше всего знаем как выглядят русские буквы. Правда? Мы знаем как они выглядят. И вот чтобы астигматизм преодолеть надо что? Расслабить все мышцы глаз. Потом делаете хорошее правильное освещение слева. Хорошее сильное освещение. И садитесь читать. Поморгали. Читаете, читаете. Минут через десять мышцы начинают напрягаться. Глаз начинает искажаться. И буквы поплыли. Они начинают плыть, сбегаться, прыгать туда-сюда. Стоп. Для вас сигнал надо остановиться. Сделать пальминг две-три минуты. Дать отдых, расслабление глазам. Потом продолжить чтение. И надо запомнить вот это состояние расслабления. Когда мышцы расслаблены и глаза прекрасно видены. Вот у меня скажу вам. Первое время, когда я восстановил зрение. Садишься читать иногда. Свет сделал. Плоховато, плоховато как-то видно. А потом вдруг бах! Как проясненно. Вот прям четкие-четкие буквы. И сидишь, читаешь, читаешь, читаешь. В этот момент мышцы все расслабились. Минут через двадцать начинают глаза уставать. Опять чик-чик-чик-чик-чик. Поплыли, начали туманом. Таким мохом буковки. Все. Стоп. Надо взять. Сделать пальминг. Дать отдых глазам. И продолжать читать. Продолжать работать. Так. Записали, да? А сейчас все запишите словарь Шичко. Словарь Шичко. Словарь Шичко. Словарь Шичко. Алкогольный. В скобочках. Очковый. Программист. Алкогольный. В скобочках. Очковый. Программист. Программист. Алкогольный. Очковый. Программист. Поставьте тире и напишите. Человек, который формирует у наших детей алкогольную программу. Человек, который формирует у наших детей алкогольную программу. У наших детей алкогольную программу. Очень опасный человек. Очень опасный человек. Очень опасный человек. Следующее слово напишите. Восдержанник. От слова воздержание. Восдержанник. Восдержанник. Поставьте тире и я вам сейчас объясню, кто такой воздержанник. Вот в самом конце правления Брежнева, в конце 70-х годов, во всем партильно-государственным структурах была дана одна общая установка. Максимально способствовать коллективному пьянству. Чтобы обязательно все праздники отмечались на всех предприятиях, учреждениях с выпивкой. Чтобы обязательно парт-организация, дирекция участвовала в этих пьянках для лучшей спойки с коллективом. Чтобы профсоюз на эти пьянки выделял деньги. Я работал в системе Академии наук. И у нас наш институт после этого постановления загудел. Дня не проходило, чтобы где-нибудь кто ничего не отмечал, не пьянствовал. А летом в субботу утром к институту подгоняли автобус. И загружалась веселая команда. Канистры со спиртом, закуска. И везли их отдыхать на берег Обского моря. У нас там зона отдыха. И на этом берегу, соратники, начиналось такое дикое попоище, вам трудно себе представить. И вот среди этого моря хмельного разливанного дурева, я как сейчас вижу, ходит один человек чернее сапога. Он ходит, волком на всех смотрит, зубами аж скрипит от негодования. Это шофер вот этого самого автобуса, понимаете? Он бы глазами всю эту отраву в себя залил, ему нельзя. Ему эту пьяную ораву грузить в автобус и через три поста ГАИ везти назад в Академгородок. Так вот, этот шофер и есть тот самый воздержанник. Запишите все воздержанник. Это алкогольно запрограммированный человек, который по какой-либо причине не употребляет алкоголь. Не употребляет алкоголь. Испытывает мучения от своей трезвости. Испытывает мучения от своей трезвости. Ну типичный пример воздержанника это человек, пришедший от наркологов. Ему зашили ампулу и сказали, выпьешь, умрешь. Все. Страх его держит, но выпить то он хочет, программа то у него бесится, а выпить ему нельзя. Человек мучается от того, что он трезвый. Правда? Ну типичный пример воздержанника это наш соратник на диете. Вот кто из вас соратники когда-нибудь сидел на диете? Поднимите руки. Есть такие? Вспомните, как это было. Так все, с понедельника диета, да? Чай, газета, кефир и морковка. Три дня кефир, морковка. Первый день кефир, морковка. На второй день глазам уж не смотрели на этот кефир и морковку. А все вокруг счастливые. Чего хотят, того едят. А холодильник-то вон он битком набит руку, только провалился на этот кефир с морковкой. Налопался пельменей. И на этом вся, как говорится, диета и закончилась. Без того он сильнее. Правда? Ну типичный пример воздержанника это вы еще неделю назад по отношению к очкам. Вот представьте, что неделю назад вы пошли куда-то на учебу и забыли дома очки. Ай, ай, ну смерть, все, ну как, без очков, это же смерть, правда? А вот уже сидят второй час, я смотрю, сидят без очков, оказывается можно? Можно же без очков сидеть, если к этому подойти сознательно. Поэтому следующее запишите слово-сочетание. Сознательные трезвенники. Сознательные трезвенники. Это слова Шичкова пишет. Сознательные трезвенники. Подчеркните эти два слова. Поставьте тире и напишите. Это мы. Это мы. Авансом, авансом. Вы пока сильно не радуетесь. Авансом. Это мы. Люди с разрушенной алкогольной программой. Люди с разрушенной алкогольной программой. Испытывают радость и гордость за свою трезвость. Испытывают радость и гордость за свою трезвость. За свою трезвость. Я бы хотел, соратники, вам хоть подчеркнуть принципиальную разницу еще раз. Между воздержанником и сознательным трезвенником. Вот представьте, идет пьяное застолье. Пиво, водка, меду льются рекой. А за этим столом сидят два человека, которые алкогольный яд не употребляют. Один воздержанник вчера пришел от наркологов, ему пить нельзя. А другой сознательный трезвенник, человек, прошедший курс шичко, разрушивший алкогольную программу и записавший себе программу трезвую. Оба сидят со столом трезвые, оба пьют сок и минеральную воду. Но что творится на душе у каждого, это небо и земля. Воздержанник шатным глазом смотрит на каждую люмку, которая в чужую глотку льется и думает, ну почему же это не я, ну почему же им-то пить можно, мне нельзя, я же умру. И он не может в такой ситуации находиться, либо встает и уходит, либо говорит, а, наливай, лучше сдохнуть, чем такие муки терпеть. Некоторые тут же выпивают и тут же умирают. А рядом сидит сознательный трезвенник, человек, у которого разрушена алкогольная программа, записана трезвая. Он сидит и смотрит, как несчастные сумасшедшие люди за столом травят себя алкогольным наркотическим ядом. Вот они пришли все такие добрые, хорошие, веселые. И вот уже началось, один давая рать, второй руками махает, третий уже носом в салат сыграл. И он думает, господи, да слава богу, я-то хоть нормальный человек. И присоединиться к этому безумию, у него нет ни малейшего желания, он сознательный трезвенник. Ну и последнее, запишите слово-сочетание. Культурное в кавычках, умеренное в кавычках, употребление алкоголя. Культурное в кавычках, умеренное в кавычках. Употребление алкоголя. Культурное умеренное употребление алкоголя. Поставьте тире и напишите «глупость и чушь». Глупость и чушь. Так как употребление наркотического яда не может быть культурным и умеренным. Я посмотрел ваши анкеты алкогольные, которые вы вчера сдали. 95% сидящих скромно себя отнесли к культурно и умеренно пьющим людям. Но судя по тому, как вы определили, кто такой культурно умеренно пьющий, и по тому, сколько раз и поскольку вы поднимаете и принимаете, в общем, все себя отнесли вот к этой категории. И поэтому, соратники, я считаю, что для вас вот эта моя лекция на пятом занятии перед перерывом, она является одной из самых важных и значимых, вот эта лекция, о культурном и умеренном употреблении алкоголя. Кроме того, некоторые соратники написали мне в замечаниях пожеланиях, Владимир Георгиевич, не слишком ли много в вашем курсе информации об алкоголе? Мы-то не алкоголики, мы же пришли глаза лечить, а вы тут нам про алкоголь рассказываете. Отвечу и на этот вопрос. В моем курсе, соратники, информации об алкоголе очень и очень мало. Очень и очень мало. Почему? Почему так много информации в курсе придается алкогольной проблеме? Да потому что, соратники, я всем своим выпускникам курсов даю гарантию. Гарантию того, что то, что вы добьетесь на курсе, и то, что вы добьетесь после курса, занимаясь и получив, так сказать, и здоровье и зрение, это с вами останется навсегда. При одном условии. Если вы честно отработаете всю алкогольную программу. Если вы ее отработаете. У меня были случаи, когда люди принципиально отказывались работать с алкогольной программой на моем курсе. Вот моя вторая группа в Академгородке. Я только первую провел, тут же обрушился шквал звонков. Давай набирай, тут же лающих столько зрения восстановить. Вторая группа. И пришел мой однокурсник. Мы с ним не друзья и не приятели, просто учились на одном курсе в университете. Он говорит, слушай, ты что, глаза что ли лечишь? Я говорю, да вроде получается. Да что, действительно можно восстановить? Я говорю, да можно, давай работать. Но он профессор, взортов физмат наук, солидный дядя уже. Но у него была такая мощная алкогольная программа в голове, что он даже слово алкоголь равнодушно слышать не мог. И когда я чего-нибудь про алкоголь начинал рассказывать, он демонстративно затыкал уши, чтобы даже не слышать. Писал дневники и все, не написал ни на один ответ про алкоголь, ни анкету, ну ничего. А глазами теркал, двигал там, гимнастику делал, снял очки. На последнем занятии руку жал, благодарил, ты смотри, худесник. А я-то думал, ерунда. Я спустя две недели, утром, в восемь утра, жена меня будит, тебя к телефону. А я утром поздно встаю, поздно ложусь, поздно встаю. Я трубку беру, алло, слушай, ослеплю. Я аж подпрыгнул, ничего себе, я две группы провел, а человек мне звонит, что он ослеп. Я говорю, не понял, кто звонит? Ну я, я этот звонит. Так, что, что случилось? Ослеплю. Как ослеплю? Ну не ослеплю, вот без очков ничего не вижу. Я говорю, а что случилось? Да понимаешь, вчера была защита, я был оппонентом. После защиты, как всегда, мне наливают полный стакан коньяка. Я его, говорит, начал пить, я до конца еще не допил, как у меня перед глазами все туманом поплыло. Я, говорит, ничего не вижу. Я этот стакан ставлю, говорит, в салат прям поставил. Я говорю, ты что, идиот, люди еще трезвые, а он в салат пальцы руки грязные сует. А я, говорит, не вижу ничего, вообще ничего, все плывет перед глазами. Побежали, притащили какие-то очки, нацепил, весь вечер пропьянствовал. Утром, говорит, просыпаюсь, ничего не вижу. Пришлось очки нацепить, и вот чего делать дальше. Я говорю, ну я же тебя предупреждал. Да, говорит, видать, ты был прав. Однако снова придется к тебе идти и честно отрабатывать всю программу по методу Шичко-Бейца. Вот пять с половиной лет жду его. Шестой год не идет, понимаете? Не идет. Понимаете? Для него остепнуть, и он готов остепнуть, но с алкоголем не расстаться. То есть готов слепой пить, пьянствовать, но, так сказать, с алкоголем расстаться не хочет. Видите, какая мощная программа. И поэтому, я еще раз говорю, для вас это будет одной из самых важных лекций. Вы меня послушайте, она очень веселая и короткая, эта лекция моя. А потом выводы мы запишем под запись. Во все века соратники распространение алкоголя в обществе держалось на лжи. И все, что вы когда-либо слышали хорошего, полезного, положительного об алкоголе, все это от начала и до конца ложь. Но самая страшная ложь, которую распространяют об алкоголе, это ложь о том, что, дескать, вот пили бы все культурно, пили бы все умеренно, тогда бы никакого пьянства, алкоголизма у нас бы и не было. Я еще не встречал за свою жизнь ни одного пьяницу или алкоголика, который бы себя в грудь колотил и доказывал, что он пьяница и алкоголик. Ни одного не встречал. Все себя в грудь колотят, кричат, я пью умеренно. Ну как же умеренно? Ты же вчера под забором лежал. Ну мало ли там споткнулся, упал, а вообще-то пью умеренно. Я пью на свои, пью по случаю, пью с друзьями. У меня просто мера другая, вот и все. А то шат, как говорится, меру, знаете? В русском языке соратники словосочетание культурное, умеренное употребление алкоголем абсолютно бессмысленно. Речь ведь идет о человеческом пороге. Употребление алкоголя в любых дозах и по любому поводу это одна из опаснейших разновидностей наркомании. И как к любому пороку применить понятие слегка, чуть-чуть, культурно, умеренно, ну такая глупость получится, хохотать будете. Резанет вам слух словосочетание такое, культурное хулиганство. Что бы это значило? Ну я так понимаю, когда хулиганы по физиономии бьют, а при этом не выражаются. Да о, все эти культурные хулиганы били, конечно, даже матом не матерились. Или, скажем, умеренное воровство. Что бы это значило? Ворую, но умеренно. Так ты воруешь или нет? Ну нет, я ворую, но умеренно. Я, в общем, вроде и не ворую. Раз, но умеренно ворую. Геннадий Андреевич Шичков в свой метод ввел одно из важнейших центральных понятий алкогольный программист. Алкогольный программист – это человек, который формирует у наших детей алкогольную программу. Очень опасный человек, да? А кто он физически, этот алкогольный программист? Вот человек пьяный, лежит в луже посреди дороги. Как вы думаете, пьяный в луже посреди дороги, он является алкогольным программистом, а? Может он у наших детей вызвать положительную установку на употребление алкогольного яда, а? Нет, нет. Это самый полезный в нашем обществе человек, который пьяный в луже, да посреди дороги валяется. Потому что он является противоалкогольным программистом. Все наши дети от года до 15 мимо него идут и знают. Дядька налакался, вон с тех вон бутылок, что в гастрономии продают. И у детей возникает сомнение, ну как же так? Как же так? Вон опять Штирлица показывали. Штирлиц напьется, накурится. Всех фашистов одной левой побеждает. А тут дядька с этих же бутылок сигарет, рога в землю и не шевелится. Что-то тут не то. А кто ж тогда является алкогольным программистом? А вот алкогольным-то программистом как раз и является человек, который пьет культурно, пьет умеренно. Он пьет и ничего с ним не случается. В отрезвитель он не попадает. Морду он, извините, никому не набивает. Ему в этот раз не набивают. Да он на доске почета висит. Вот дети на таких смотрят и говорят, «О, буду пить как этот дядя и тетя, не как тот в луже, а как вот этот». И получается первый парадокс Штичко. Человек, который лежит в луже под забором, он является алкогольным самоубийцем. Он себя убивает алкоголем, он очень скоро погибнет. Но при этом он приносит колоссальную пользу обществу. Он из этой лужи вопиет к нашей совести, разуму, сознанию. Люди остановитесь. «Да что же вы делаете? Вот так, как для индейцев в Америке, вот этой лужи все для вас и кончится». А человек, который по праздникам поднимает фужер шампанский, этот человек, по сути, является самым настоящим алкогольным убийцей. Геннадий Андреевич Шичко точно посчитал и доказал, за 17 лет культурного поднятия фужера шампанский, лично с этого культура питьщика 10 детей берут пример. За 17 лет эти 10 детей тягиваются в пьянство, за 17 лет двое из 10 спиваются, один безнадежно и погибает. 17 лет поподнимал фужер шампанский, и одного человека убил. Не себя. Себе ничего плохого не сделал. Человека другого убил. Еще 17 лет поподнимал, и второго убил. Вот в этом соратнике и заключается вся преступная суть вот этой теории культурного питья. У нас в стране бушует эпидемия пьянства. Миллион пьяниц-алкоголиков каждый год убивает. 250 тысяч дебильных детей калечат. Но эти алкоголики и дебилы – это жертвы эпидемии. А разносчиками эпидемии, спидоносцами, являются как раз люди, которые пьют культурно, пьют уверенно. Именно вот эти-то люди и передают эстафету пьянства из нашего поколения, поколению наших детей. А сейчас запишите все выводы. 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 Первый запишите вывод. Культура пятийства. Одним словом и в кавычках. Первый вывод. Культура пятийства – это самая опасная форма алкогольного отравления. Культура пятийства – это самая опасная форма алкогольного отравления. Самая опасная форма алкогольного отравления. Преступная форма. Преступная форма. Поставьте герей и напишите. За семнадцать лет своим примером – преступная форма. За семнадцать лет своим примером культурно пьющий убивает одного человека. За семнадцать лет своим примером культурно пьющий убивает одного человека. И как соратники бывает страшно видеть, когда этим человеком вдруг оказывается собственный сын или собственная дочь. Я десятки таких трагедий видел. В культурно пьющей семье гибнет от пьянства ребенок, а ведь втянули-то отец с матерью, а они-то первые уже в руки-то и вложили этому ребенку. Второй вывод запишите. Культура пьетейства – это самая тяжелая форма алкогольной зависимости. Самая тяжелая форма алкогольной зависимости. Непонятная. Но я сейчас поясню. Вот вы, соратники, в понедельник пойдете к себе на работу и подойдите к любому так называемому пьянице или алкоголику, они у вас на работе есть, и попробуйте с ними завести разговор о вреде алкоголя. Не о том, что он пьяница плохой, а что алкоголь – это смерть, это конец, скоро всем от алкоголя придет. Будьте уверены, любой алкоголик ваш разговор поддерживает. Он эту смерть своими глазами видел. Он знает, что это смерть и гибель. Но вы попробуйте в понедельник подойти к своему любому так называемому культурно пьющему коллеге и предложить, ну, совершенно невинную вещь. Слушай, у нас тут на неделе у кого-то день рождения, а давайте его проведем, отметим, без алкоголя. Торт состряпаем, чай поставим. Да ты что? Да мы что, алкаши что ли какие? Да мы что, себе на день рождения шампанского позволить не можем? Да он вас слушать не будет, этот коллега, потому что у него самая тяжелейшая форма алкогольной зависимости. Он культурно пьющий. Он еще не допился до понимания того, что это смерть, конец и гибель. Я вот первые три года вел занятия по методу Шичко, и мы давали рекламу. Метод Шичко против алкоголя, табака и наркотиков. Ну и в основном с ним мужчины, и в основном понятно, с какой проблемой. Как мне легко соратники работалось первые три года, вы себе представить не можете. С теми людьми не надо было делать то, что я с вами делаю пятый день. Тем людям не надо было доказывать, что алкоголь это самое страшное зло, какое только есть на сегодня в нашей жизни. Это убийство, уничтожение нашей нации, которое идет нашими руками на наших глазах. Тем людям этого доказывать не надо было. Они пришли за помощью. Пришли, помогите, они уже готовы расстаться с этой зависимостью. Только начинали писать, через два-три дня как огурчики улетали. А потом мы начали курсы общее оздоровление, зрение. И пошел народ в основном, как и вы, культурно пьющий. И вот здесь соратники, нам, преподавателям, приходится на этом месте крутиться на пупу. Потому что многие до пятого занятия понять не могут. Слушай, ну при чем тут алкоголь? Ну при чем тут? Ну мы-то же не алкоголики. Да ведь алкоголикам про алкоголь рассказывают. Вот в глаз бы чуть капнул, вот за это тебе спасибо. И вот лезет в душу с этим алкоголем, и алкоголем понять не могут. И последнее запишите, третий вывод. Не всякий культурно пьющий сопьется, не всякий культурно пьющий сопьется и станет алкоголиком. не всякий культурно пьющий сопьется и станет алкоголиком. Но все до единого алкоголики начинали с культурного питья. Но все до единого алкоголики начинали с культурного питья. Начинали с культурного питья. Ну и в заключение этой темы расскажу вам веселую историю. Меня очень часто приглашают выступить куда-нибудь в трудовые коллективы. Ну звонят, как правило, наши же соратники. Владимир Георгиевич, вы так интересно о многих вещах рассказываете. Давайте устроим встречу в коллективе. Я говорю, да пожалуйста. А когда? Я говорю, минут сорок можно в обеденный перерыв или к концу рабочего дня прихватить. А как называется лекция? Я говорю, ну назовите так. Сеанс психоанализа. С установкой против всех вредных привычек. Болезней там, табака, очков и так далее. Проводит президент, профессор, пятое-десятое. Ага, ну ладно. Вы знаете, народ вешают объявления, народ на сеансы ходит. Приходит народ в красный уголок. Я говорю, так, сели все поудобнее. Все, у кого часы с металлическим ремешком, значит, сняли, все снимают часы в карман, суют. Ага, а эти цепочки, польца нелят, только часы сняли, все положили. Ага, так, ну начинаем сеанс. И я начинаю им рассказывать о методе Шичко, о методе Бейца, о том, что можно самому восстановить и здоровье, и зрение. Рассказываю о программировании, программировании детей на дурное, об алкоголе рассказываю, про мочу дрожжевых бактерий, про шампанское, про газы, охочемся, все. Ну, а потом говорю, ну вот хотите помочь себе, восстановить здоровье, зрение, помочь детям, разрушить у детей ложные программы, приходите к нам на курсы, мы вам поможем. Все, ой, спасибо, хорошо, хорошо. Кто-то говорит, так а установка-то когда будет? Сеанс ведь установка же должна быть. Я говорю, о, будет вам сейчас и установка. Ну-ка, сели, говорю, все поудобнее, все садятся поудобнее, кто-то глаза закрывает, начинает руками махать, знаете, да, Кашпировщина полезла. И я таким загробным голосом начинаю давать установку. Уважаемые, говорю, товарищи, я верю, что пройдет совсем немного времени, и окажетесь вы в очередном застолье. И символом праздника посреди стола вся в орденах и медалях будет стоять бутылка с алкоголем. И все-то на ней будет не по-русски написано, а сверху, сбоку стоять какие-то непонятные градусы. Кстати, градусы на бутылке точно обозначают процент мочи дрожжевых бактерий, которые в бутылке содержатся. И вдруг, говорю, потянется ваша рука за этим злополучным стаканом. Я бы очень хотел, чтобы вы вспомнили вот эту нашу мимолетную встречу и решительным движением навсегда отодвинули от себя этот стакан. Понимая, какое преступление перед своими детьми, перед всеми детьми, перед будущим нашей Родины вы собираетесь совершить, взяв в руки этот стакан, отодвиньте, и вам станет так легко, так хорошо на душе, вы не будете принимать участие в этом дьявольском деле. Вот такая будет у меня вам установка. Надо же, вот так нарвались на установку, ушел в зале, недоумение, кто-то говорит, ну а если? Я говорю, ну а если? Тут все вздохнули. Не хватит, говорю, у вас мужества отодвинуть стакан, и уговорят вас его поднять, дочокнуться, кстати, это отсюда человек чокнулся, и яб себя заливает. Так вот, если уговорят вас чокнуться, то чокнитесь на удивление хозяевам и другим гостям на все сто процентов, и залейте этого алкоголя в себя столько, чтобы назад с ушей с носа закапало, и приползите вы домой обязательно на четвереньках, и дома обязательно обрыгайте все ковры, все углы, и ложитесь в эту лужу спать. А утром, когда вы проснетесь, вы посмотрите в глаза своим детям и скажите, дети, алкоголь это страшнейший наркотический яд, вы посмотрите, в каких скотов свиней людей превращают. И будьте уверены, в этот раз дети вам поверят. Дети вам поверят. Вот такими глазами посмотрят, и вы для них будете примером того самого противоалкогольного программиста, которого, наверное, и так не хватает в этой жизни. А вообще, соратники, вопрос очень и очень простой. Я хочу у вас спросить, кто-нибудь из вас сможет своим детям доказать, что алкоголь это самый страшный наркотический яд? Вот вы сможете детям доказать языком, если на праздник достанете бутылку, поставите на стол, нальете, да дети вас будут считать за последнее дерьмо. А лялякает одно, делает-то ведь совершенно другое, правда? А я своим детям доказал. В 83-м году я прочитал доклад академика Углова. У меня волосы зашевелились. Углов пишет, что нашей стране народу осталось жить 20 лет. В 2001 году нас, как индейцев, уничтожат алкогольной войной. Нам вот это 85-й год, перебишку 9 лет дал, нас в 2010 году уничтожат алкогольной войной. Я пришел домой, думаю, надо что-то делать. И на глазах у изумленной жены открыл бар, достал все там коньяки, шампанские, пошел и всю эту отраву вылил в унитаз. И сказал, что никогда в нашем доме этой отравы больше ни грамма не будет. Я молодой русский парень, интеллигент своего народа. Да я прекрасно понял, кому надо, чтобы я эту отраву культурно сосал. Я понял, что молчание не смогу. Чего бы мне это не стоило, а стоило мне это очень многого в жизни. Но я также и понял, я людям начну говорить, они скажут, а ты сам-то как пьешь? Наверное, культурно. Ну, научил бы нас, пьянец, культурно пить, так и проблему бы решили. Так ведь научить-то невозможно, это наркотик. У каждого свой путь. У нас президент первой России, спинский. И я своим детям доказал, у нас с 83-го года, в 18-й год в нашем доме нет алкогольной отравы. Вообще ее нет. Мы ее не покупаем, не берем, угощаем ее вообще в принципе нет. Более того, всякий раз, когда, помните, по телевизору рекламировали алкоголь, табак, раз Путин мальдал, помните, реклама шла, я всякий раз девчонкам, дочерям говорил, смотрите, девчонки, эта сволочь работает, враг работает на телевидении. Этот враг задался целью уничтожить ваших будущих мужей, убить и скалечить ваших будущих детей. Упаси вас Господь, хоть когда в жизни притронутся к этой отраве. И мои дети мне поверили. Мои дети мне поверили. Понимаете? Старшей дочери моей 30 лет. Она работает на новосибирском телевидении. Вы не представляете, соратники, какая-то клоака и мерзость новосибирская телевидения. Вам представить невозможно. Она единственная во всем коллективе несколько сот человек, которые не употребляют алкоголь и табак. Они на нее такими вот глазами смотрят, как вроде не с той планеты человек. У меня младшая дочь закончила в этом году Академию экономики управления. Пятый курс. Я один раз приехал к ней в Академию, туда. Я чуть не умер, не задохнулся. Я в перерыве хотел подняться на четвертый этаж по лестнице. Пройти невозможно. Стоят девки, сосут этот табак, там дым коромыслом топор вешают. Моя младшая дочка тоже не употребляет ни алкоголь, ни табак. Более того, соратники. Я счастливейший отец. Ведь они себе и молодых людей нашли, которые тоже ведут здоровый, трезвый образ жизни. Оказывается, чистота, она ведь к чистоте тянется. Чистота, она грязи ведь приставать никак не хочет. Сейчас у нас будет 4 минуты перерыв. Во время перерыва сдайте, пожалуйста, конвертики на проверку Александру Алексеевичу. И после перерыва все быстренько садимся на свои места. Мы сделаем массаж и эфирные глаза, не будет полный комплекс. И запишем под запись весь комплекс, и я его сегодня вам дам под запись. Перерывы, потерли руки до тепла. И давайте сделаем массаж глаз. Поморгали глазками, отрыхнули руки и начали. Тремя пальцами лоб помассировали лобик, помассировали лобик. Тремя пальцами погладили лобик, погладили. Тремя пальцами брови помассировали. Помассировали бровки, погладили бровки, поморгали. Двумя пальцами височки помассировали, помассировали, погладили, поморгали. Тремя пальцами верхнюю скулу под глазами помассировали, погладили, поморгали. Пазуху у ноздрей указательными пальцами помассировали, помассировали. Так, погладили, поморгали. Средними пальцами нос переносицу помассировали, помассировали, погладили, поморгали. Ухо, перед ухом на щеках ямочку помассировали, шишечку, козелок помассировали, отверстие, ушную раковину всю помассировали, пощипали за уши, за ушами мягенькое место помассировали и, наконец, шею сзади помассировали. А сейчас начинаем, собственно, массаж глаз. Потерли руки до тепла, отряхнули руки и начинаем массаж глаз. Кстати, женщинам, девушкам, кто красит глаза, массаж глаз делать утром, до накрашивания и вечером, после умывания, чтобы тушь не расплывалась. Итак, двумя пальцами накладываем на верхнее веко, нажимаем и повибрировали вперед-назад. Нажать, повибрировать, нажать, повибрировать. Поморгали, поморгали, поморгали. Средними пальцами снаружи подходим и с уголков глаз снаружи нажать, слегка повибрировать, снаружи нажать, повибрировать, нажать, повибрировать, поморгали. Двумя пальцами нижнее веко, снизу глазик нажать, повибрировать, нажать, повибрировать, нажать, повибрировать. Поморгали. Изнутри, вот, переносицы, с средними пальцами накладываем на глазик и тихонько нажать, повибрировать, нажать, повибрировать. Поморгали. Четырьмя пальцами защипнули глазик и помяли, повибрировали, повлучшали кровоснабжение. Поморгали. Указательным пальцем правой руки на правом глазу астигматичную точечку нажали, повибрировали. Представьте, что глаз пластилиновый и в эту сторону выдулся. А вы нажали, повибрировали, чтобы стал снова круглым. На втором глазу астигматичную точечку нажать, повибрировать, нажать, повибрировать. Она может плавать. И у многих уже поплыла астигматичная точка. Мышцы начинают расслабляться по-разному, и она может уйти сверху, вбок, вниз, куда угодно. Поморгали. И, наконец, глазки зажмурили в сторону, раз, китайские. Зажмурили вверх, зажмурили вниз. Поморгали глазками, поморгали. Поморгали. А сейчас давайте сделаем упражнение, комплекс упражнений, эфирные глаза. Эфирные глаза. Все сделали на меня центральную фиксацию. Поморгали, поморгали. Взяли все эфирные глазки. Взяли эфирные глазки и начали вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. На место. Поморгали. Стряхнули напряжение. Взяли эфирные глазки. Вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. На место. Поморгали. Диагонали. Взяли. Право-вверх, лево-низ, право-вверх, лево-низ. На место. Поморгали. Обратная диагональ. Лево-вверх, право-вверх, право-вверх, право-вверх. Право-вверх, право-вверх. На место. Поморгали. Прямоугольник рисуем. Верхнюю сторону, боковую вниз, нижнюю вверх. Верхнюю вниз, нижнюю вверх. На место. Поморгали. По обратную сторону. Верхнюю, боковую вниз, нижнюю вверх. Верхнюю вниз, нижнюю вверх. На место. Поморгали. Циферблат рисуем. Взяли на 12 часов, начали. 3 часа, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12. На место, поморгали. Обратную сторону. 12, 9, 6, 3, 12, 9, 6, 3, 12. На место, поморгали, встряхнули напряжение. Теперь бантик. Восьмерка на боку, глазки в сторону, начали. Боковинка, диагональ, боковинка, диагональ, боковинка, диагональ, боковинка и диагональ. На место, поморгали. Песочные часы. Восьмерка с тонкой талией. Верхушечка, диагональ вниз, нижняя вверх. Верхушечка вниз, нижняя вверх. На место, поморгали. Спираль раскручиваем. Эфирными глазами взяли, маленький круг рисуем, раз, второй круг побольше, два, третий еще больше, три, и четвертый большой круг, четыре, ушли, эфирные глазки на место их, поморгали, закручиваем спираль, взяли эфирные глазки вниз в сторону, на вытянутых рогах начали, раз, большой круг, второй круг поменьше, два, третий круг еще меньше, три, и четвертый маленький, четыре, на место, поморгали, стряхнули напряжение, а сейчас эфирные глаза наматываем на горизонтальную стеклянную трубу, и свои глаза пытаемся намотать на эту же трубу, взяли эфирные глазки, в сторону начали, раз, виточек, два виточек, перед собой три виточек, четыре виточек, и пять, сматываем, раз, виточек, два, перед собой три, четыре, и пять на место, поморгали, стряхнули напряжение, а сейчас наматываем эфирные глаза на вертикальную стеклянную трубу, взяли эфирные глазки, на пол положили, начали, раз, виточек, на уровне груди два виточек, на уровне носа три, на уровне волос четыре, и выше головы пять, сматываем, раз, виточек, на уровне волос два, на уровне носа три, на уровне груди четыре, и на пол положили пять, На место. Поморгали. Смея синусоида или волна. Взяли эфирные глазки в сторону. Начали с моста. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, голова. Назад. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх и хвост. На место. Поморгали. Встряхнули напряжение. Следующее. Наматываем эфирные глаза на глобус. На стеклянный прозрачный глобус. Взяли эфирные глазки и начали. Раз. Виточек. Два. Виточек. Три. Четыре. Пять. И шесть. На место. Поморгали. В обратную сторону на глобус. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И шесть. На место. Поморгали. Встряхнули напряжение. А сейчас в разнобой. Глаза. Правым смотрим на правую руку. Левым на левую. И руки далеко не растягиваем. Всего сантиметров на пятнадцать. Вверх-вниз. Право-влево. Недалеко растягиваем в этом упражнении руки. Взяли эфирные глазки и начали. Правый вверх. Левый вниз. Раз. Оп. На место. Левый вверх. Правый вниз. На место. Правый вверх. На место. Левый вверх. На место. Поморгали. Встряхнули напряжение. Взяли эфирные глазки. К носу свели. И до ушей развели. Свели. Развели. Правым смотрим за правой рукой. Левым за левой. Свели. Развели. На место. Поморгали. Встряхнули напряжение. По диагонали тянем эфирные глазки. Раз, тихонечко на место. Два, аж перекашливаем на место. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На место, помогаем. Вращение эфирными глазами. Взяли эфирные глазки, к носу свели и круги рисуем. Раз, и правым глазом смотрим за правую руку, левым за левым. Быстро не надо. Четыре, пять, и шесть. На место, помогаем, стрельнули напряжение. В обратную сторону круги рисуем, к носу свели. Раз, два, три, четыре, пять, и шесть. На место, помогаем. А сейчас все близорукие потерли руки до тепла и сделали пальминг. А дальнозоркие давайте пополируем глазами. Дальнозоркие, у кого плоский глаз, мы с вами сделаем полировку глазами. Итак, дальнозоркие взяли эфирные глазки, нарисовали букву О. Букву О нарисовали. И представьте, у вас два тампона, и тихонько начали полировать букву О. И смотрим за своими руками, тампончиками, полируем стеночки буквы О. На свои руки, а не на мои смотрим. Правильно, правильно. Он делает правильно, вы неправильно делаете. Вы на меня смотрим? Что? Он близорукий. А, он близорукий. А, в очках плюс читаете? Да. Тогда делайте. Ага. Пополировали, на место, поморгали. В обратную сторону букву О нарисовали. И пополировали в обратную сторону. Медленно, чтоб глаза совершали вот эти вращательные движения. Пополировали. На место, поморгали. А сейчас дальнозоркие и плоскоглазые сделаем. Пять быстрых циферблатов по часовой, пять против. Взяли эфирные глазки на 12 часов, начали. Раз, два, три, четыре и пять. В обратную сторону. Раз, два, три, четыре и пять. На место, поморгали. Потерли руки до тепла и сделали пальминг. И сделали пальминг. Так, глазки закрыли все, успокоились, расслабились. Каждый про себя сказал комплимент своим глазам. Лучше всего повторяйте всякий раз торжественное обещание, которое вы дали своим глазам в сочинении. Глазки мои хорошие, отдыхают. Я их буду любить, заботиться. Каждый раз надо это повторять. Каждый час буду делать пальминг, давать отдых, расслабление. Буду делать целяризацию глаз на солнышке. Я буду делать специальные упражнения. Буду делать каждое утро и вечер комплекс упражнений на восстановление зрения. И мои глазки будут мне служить прекрасно. Будут служить всю мою жизнь. Не забывайте представить что-то однородно черное, темное. Ну и самое главное, приятное воспоминание. А сейчас вы все глаза закрыты, ладошки на носу, сели прямо. Все под ладошками глазки слегка зажмурить, ослабить, зажмурить, ослабить, зажмурить, ослабить. Сняли ладошки и носом нарисовали несколько букв пессимумов. Букву Ж, букву Щ, букву С, букву В, букву М. Цифру можно какую-нибудь нарисовать, которую всегда плохо видите. Скажем, девятку или шестерку, пятерку. А сейчас глазки промокнули, как дети, вздохнули глубоко, выдохнули. И открываем глаза, быстро-быстро моргая. Поморгали, 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 поморгали. Открыли свои конспекты и написали всем. Утренний, в скобочках, вечерний комплекс. Утренний, в скобочках, вечерний комплекс. И в скобочках, двадцать минут. Он занимает где-то двадцать минут целиком. Утренний, вечерний комплекс. В скобочках, двадцать минут он занимает. То есть надо на двадцать минут раньше просыпаться и делать этот весь комплекс. Утренний, вечерний комплекс. Первое. У таблицы номер один, поморгать, успокоиться. У таблицы номер один, поморгать, успокоиться. Второе. Медвежьи покачивания. Пятнадцать-двадцать раз. Это для начала. Медвежьи покачивания. Пятнадцать-двадцать раз. Третье. Большие повороты. Пятнадцать-двадцать раз. Большие повороты. Пятнадцать-двадцать раз. Дальше. Заголовок большой. Гимнастика. Это гимнастика на улучшение мозгового кровообращения и на профилактику шейного остеохондроза. Гимнастика. Первое. Голова на плечо. Голова на плечо. Второе. Голова вверх-вниз. Голова вверх-вниз. Третье. Голова вправо-влево. Голова вправо-влево. Четвертое. Вращение головой. Вращение головой. Пятое. Плечи вверх-вниз. Плечи вверх-вниз. Шестое. Плечи вперед-назад. Плечи вперед-назад. В скобочках. Спина-грудь-колесо. Плечи вперед-назад. Спина-грудь-колесо. Седьмое. Вращение плечами. Седьмое. Вращение плечами. Восьмое. Поворот плечо вперед. Поворот плечо вперед. Девятое. Поворот плечо назад. Девятое. Поворот плечо назад. Десятое. Поворот плечо назад. Десятое. Скрутка назад. Десятое. Десятая. Скрутка назад. В скобочках руки в замок. Скрутка назад. Руки в замок. Одиннадцать. Наклоны в сторону. Наклоны в сторону. И двенадцать. Вращение тазом. Потом идет большой блок. Массаж глаз. Мы его записывали. Массаж глаз. Массаж глаз. Потом идет блок. Эфирные глаза. Эфирные глаза. Потом пальминг. После эфирных глаз пальминг. Пальминг. Потом большие повороты с пением вальса и соляризацией. Большие повороты с пением вальса и соляризацией. Лучше у окошка или на балконе, или свечку, или лампочку зажечь. И возле нее делать большие повороты, петь вальс в скобочках семьдесят сто раз. Семьдесят сто раз. Раз туда, два обратно. Семьдесят сто раз. Но это надо целиком вальс спеть, выучить, вот школьный вальс. Пропеть его, этого хватает. Потом идут медвежьи покачивания с раскачиванием слов. Медвежьи покачивания с раскачиванием слов. И, наконец, китайские глазки, астигматичные точки. Китайские глазки, астигматичные точки. Китайские глазки, астигматичные точки. А сейчас все написали с красной строки заголовок. Режим ношения очков. Режим ношения очков. Режим ношения очков. И написали с красной строки. Бейтс доказал режим ношения очков. Бейтс доказал, что очки калечат наши глаза. Бейтс доказал, что очки калечат наши глаза. И поэтому, очки калечат наши глаза. И поэтому, во всех без исключения случаях, и поэтому, во всех без исключения случаях, где можно обойтись без очков, где можно обойтись без очков, очки снимаются. очки снимаются. Если очки снимаются. Если из очков очки снимаются. Чего с ручкой не пишут. Очки снимаются. Если в некоторых случаях, если в некоторых случаях, пока обойтись без очков трудно, обойтись без очков трудно, то временно, обойтись без очков трудно, то временно, близорукие используют очки, на две-три диоптрии более слабые, чем надо. То временно, близорукие используют очки, на две-три диоптрии более слабые, чем надо. А дальнозоркие на одну-полторы диоптрии более слабые, чем надо. А дальнозоркие на одну-полторы диоптрии более слабые, чем надо. Более слабые, чем надо. Единственное исключение, запишите, единственное исключение, водить автомобиль в своих очках. Единственное исключение, водить автомобиль в своих очках. Кто сейчас за рулем ездит, поднимите руки на машине. Вот вам садиться за руль, надевать надо очки свои, потому что в очках без очков вы дорогу видите совершенно по-разному. Меняются интервалы, расстояния, поэтому, когда уже резать начнут эти очки, они уже начнут резать. Более слабые наденете, еще более слабые, а потом, когда зрение восстановится, сходите на медкомиссию и направо уже пересниметесь на медсправку без очков. Итак, соратники, Бейтс доказал, что очки калечат наши глаза. Всякий раз, когда вы надеваете себе на нос очки, вы калечите свои глаза. У вас перестают работать глазодвигательные мышцы. И я на втором занятии провожу, когда консультацию, я над вами всегда ставлю один над себе, один любопытный опыт. Подходит человек на консультацию, я требую, чтобы очки были на носу. Он подходит, я говорю, здрасте, здрасте, дайте ваши очки. Он снимает, дает очки. И ничего не видит, снял очки, ничего не видит. Я спрашиваю, давно ли носите очки, когда последний раз меняли, разглядываю их сам, на свет, на туда, сюда, пятое, десятое. А человек, он же мне отвечает, ему же надо видеть мою реакцию, он же меня должен видеть, правда? Ну как, говорить и не видеть. Я смотрю лихорадочно, глазами туда, сюда, моргает, бах, бах, подхватили глаза, видит меня. Видит. Так, я говорю, давайте проверим зрение, ну-ка мелкий шрифт, читает. А ну-ка вдаль, что видите? О, вижу, ше-бэ, даже вторую строчку прищурить, вижу, отлично, наденьте очки, надевает очки. А сейчас, что видите? О, вижу, вон седьмую, седьмую называет строчку, правый глаз, левый, все. Я говорю, снимите очки, снимает очки, что видите? Бум, ничего не видит. Понимаете? Минуту, полторы на носу подержал очки, мышцы перестали работать. И сняв очки, надо минуту, две, три заставлять, глаза, чтобы снова мышцы заработали, чтобы снова глаза начали у человека смотреть. Вот. И поэтому метод Бейца как раз и направлен в первую очередь именно против очков. И всякий раз, прежде чем надеть себе на глаза очки, вы подумайте, нужно оно вам сейчас, или можете вы без них обойтись, или не можете. Очень многие на консультации подходят, я говорю, какое у вас зрение? Они говорят, очки минус пять, а зрение минус семь. Я говорю, а почему очки минус пять? Ну, а если минус семь очки надену, будет зрение минус девять. То есть, человек сам знает, что если надеть те очки, которые надо, то вообще, мышцы перестанут дровать, глаза еще сильнее, зрение еще сильнее упадет. И поэтому, соратники, завтра мы с вами целый день, первый день живем без очков. Как будет проходить завтрашний день? Послушайте меня внимательно. Придете сегодня домой, выйдете из лечебного голодания живыми продуктами, все дела сделаете, обольетесь, кроватку разберете, выполните сегодняшнее домашнее задание, и сегодня все ложатся спать без очков. То есть, все сегодня спим без очков. Да? Кто в очках спит? Все без очков. Отлично. Так? Значит, спим сегодня без очков. Завтра утром просыпаемся, завтра утром просыпаемся, идем в туалет без очков, идем умываться завтра утром без очков. Кстати, дома вам глаза вообще не нужны. Я дома завязываю черной повязкой глаза, все краны, все выключатели, нам дома вообще глаза, мы можем без очков. Завтра утром идете завтракать без очков. Мимо рта ложку еще никто не проносил, да? Без очков. Завтра у нас занятие в 9 утра. Это значит, где-то без 29 надо быть уже здесь. Завтра, кстати, привезли много новой, интересной литературы. Прийти надо будет посмотреть очень редкие и ценные книги по нашему, по курсу Шичко. Вот. Значит, завтра едем на занятия без очков. Едем без очков. Выходите из дома, выходите без очков. Идите спокойно по лестнице, держитесь за поручень, выходите на улицу, идите по тротуару без очков. И не бойтесь, что кто-то на вас налетит, или вы на кого-то налетите. Люди-то ведь идут на встречу с глазами, правда? Они же видят, что вы как-то не так сегодня идете. Но они вас и обрулят, справа или слева. А если, не дай Бог, завтра с кем-нибудь столкнетесь нос к носу на улице, то смело говорите, здорово, соратник. Ты что-то в нашем районе не в ту сторону, однако. Поперся. Да? Подходите к перекрестку, надо переходить дорогу. Вот здесь вам нужны очки. Да, нужны. Это же опасно, можно же под башину попасть. Но ваши очки лежат глубоко на дне сумки, либо глубоко в кармане. Вы подходите к перекрестку, достаете, как капитан дальнего плавания, очки, и посмотрели налево, посмотрели направо, очки в карман, перешли, идете дальше. Решили зайти в магазин, посмотреть, как там при новом президенте цены. Да? На сахар. Заходите в магазин, но не видите вы пока цены на этих самых, на продуктах. Ну, не видите, не надо. Можно первое спросить у продавца, о чем сегодня сахар. Это раз. Второе, можно взять и что? Тихонько поправить причесочку, глазик тихонько закосить и увидеть. Господи! Да лучше бы не видеть эти цены, да? То есть, у вас, собственно говоря, есть много вариантов увидеть эти цены, в том числе и без очков. Посмотрели, идем дальше. Приходим на занятия. Завтра целый день здесь сидим на занятиях без очков. Сидим без очков. Но вот некоторым все-таки очки нужны. Ну, скажем, ну не видит человек тут со второго ряда то, что я на доске пишу пока без очков. Правда? Но если вы не видите, возьмите более слабые очки на две тридиоптрии старые очки и они у вас должны быть не на носу, а рядом. Сидите, пишите без очков, надо посмотреть. Взяли, прикинули глаз, там хук, посмотрели и опять пишите, сидите дальше. Вот у всех людей, которые снимают очки и вообще у всех очкариков развивается так называемая психология и комплекс неполноценности. Человеку, который носит очки, особенно близоруги, ему почему-то кажется, что он чего-то важного в жизни не увидит без очков. Все увидят, а он не увидит. Понимаете? Там повидло, там он и на повидло был на углу раздавать. Все с повидло, и он без повидло окажется, вот такая трагедия. Это соратники, комплекс ложный, я вам сразу говорю, это комплекс ложный. Я честно вам скажу, я тоже не все вижу. Я не все вижу. Ну, например, я не вижу, сколько времени. Покажите, кто-нибудь там часы вне здания. Нет, у вас я вижу. Ну, вот у вас электронные. Ну, не вижу я часы. Сколько времени? Но я ведь из-за того, что не вижу, сколько времени. Я же как дурак не прилепил два бинокля и не хожу целый день. А вдруг надо посмотреть, а я-то не увижу. Нет, если надо, я спрошу. Если надо, я бинокль достану и посмотрю вдаль, если мне это надо. Но постоянно на глазах это калечит свои глаза. Ну, честно скажу, я не вижу микробы под ногтями. Слыхал, что есть, ни разу не видел. Но я же не прилепил два микроскопа и не хожу целый день. А вдруг микроб увидеть надо, а я его не увижу. Нет, конечно. Но если надо усилить глаза, я могу взять и микроскоп. Вот я у себя в машине, у меня Жигулей. Я не вижу, честно скажу, приключенной лампочки ночью название деревень в атласе дорог. Ну, не вижу. Там так мелко. Не знаю, для кого писали. Но я же не нацепил из-за этого очки. Я купил маленький брелок с увеличительным стеклушком. Надо посмотреть, все, поехал дальше. То есть, это все проходимое. Опыт показывает, что те соратники, которые решительно сняли очки и перемучились какое-то время, неделю две, они зрение восстановили. Вот у меня, у моего сослуживца, жена, учительница, прошла курсы, в воскресенье сняла очки, целый день без очков, и на следующий день пошла в школу без очков на уроки. А у нее зрение минус 9, оба глаза, минус 9. И в понедельник вечером она мне звонит, она говорит, ну, я не могу вести урок, я не вижу глаза детей. Ну, не могу, я вот в пустоту говорить урок. Я говорю, так у тебя есть очки минус 6? Она говорит, есть. Я говорю, так ты их надень, ты же в них сейчас, да, сейчас я в них вижу, нормально уже. Так вот, я говорю, одень минус 6, потом наденешь минус 3, а потом вообще снизишь. Она недели две проходила, провела уроки, потом сразу на минус 3 провела уроки, где-то месяц, наверное, минус 3 она уроки вела, а потом и со всем их сняла и восстановила себе зрение. Вот многие из вас спрашивают, Владимир Георгиевич, какие самые лучшие вот упражнения от лобейцев, какие хуже, какие делать. Вот я вам скажу, что там самое наилучшее упражнение от лобейцев. Напишите все. Самое наилучшее упражнение от лобейцев, самое наилучшее упражнение от лобейцев, самое наилучшее упражнение от лобейцев, это снять очки, это снять очки, дать возможность глазам видеть. Снять очки и дать возможность глазам видеть. Дать возможность глазам видеть. Ну, завтра я вам еще дам кое-какие очень интересные упражнения в заключительный день. А сейчас все напишите тему нашей последней и самой важной лекции. Все большими буквами напишите. Мы, мы, люди трезвой веры. Мы, люди трезвой веры. Мы, люди трезвой веры. Одна соратница пишет в дневничке. Сегодня была на работе в компании употребляющих алкоголь. День рождения у сотрудника. Предложили употребить алкоголь. А я говорю, знаете, что пить будете? Нет. Мочут разживет бактерии, да еще и с газами. Они вот разинули. Я им давай рассказывать. Тут они спохватились. Кто тебе такую гадость рассказал? Жданов рассказал. Иди отсюда со своим Ждановым, пока не удавили обоих. То есть она поспешила поделиться радостью открытий, а получила бонус. И правильно сделали, что дали бонус. Дело в том, соратники, что вот те люди, с которыми вам придется общаться после наших курсов, вы знаете, это глубоко верующие люди. Эти люди верят и поклоняются страшному алкогольному дьяволу. Они верят в этого дьявола и ему поклоняются. Каждый праздник нальют, зальют, как же. В субботу, воскресенье не пропустят, бутылку поставят. Некоторые уже до такого фанатизма в этой вере дошли. Среди ночи пьяного разбуди, давай, давай, без закуски, он уже фанатик. А она пришла и начала над их верой издеваться. Но она же издеваться над ними начала, правда? А кто такое подергает? Такого никто не подергает. У нас есть поговорка со своим уставом, да в чужой монастырь не ходи. А уж если пришел чувство верующих, уважай, какие бы чудовищные не были, они же искренне в алкогольного дьявола-то верят. Но и в свой монастырь уже тоже не пускай. У меня в 1989 году на занятия в Академгородке две сестры привели своего родного брата. Брат у них был законченный, пропитый алкоголик. Семь раз добровольно лечился у наркологов. И все семь раз срывался, запивался. Три дня они его караулили, потом он сказал, что ему это интересно. А на последнем занятии у нас иногда остается время, выступают соратники. И вдруг он поднимает руку, можно я выступаю? Да пожалуйста. Он говорит, дорогие соратники, меня сюда привело страшнейшее горе. Я был законченный, пропитый алкоголик. Семь раз добровольно лечился, срывался. И лучше бы не лечился вообще. Я уже ничему и никому не верил. И вам, Владимир Георгиевич, честно скажу, до пятого занятия я тоже не верил. Вернее, я не верил, что ваши лекции это писанина мне помогут. Но на вашем пятом занятии я вдруг ясно понял, в чем была моя ошибка у наркологов. И как только я это понял, я в эту же секунду понял, что теперь-то я вылечился и вылечился навсегда. Спасибо вам огромное. Руку жмет и на место. Я говорю, так а чего же вы поняли-то? Человека по три месяца семь раз наркологи, а тут он за секунду вылечился от алкоголизма. Вы где-нибудь такое слыхали? Я нет. Он говорит, ну да, конечно. В чем была моя ошибка у наркологов? Моя главная ошибка у наркологов заключалась в том, что все семь раз, когда я уходил из наркологической клиники, я все семь раз уходил с одной и той же мыслью в голове, что пройдет какое-то время, и я смогу пить как все. Ну, думаю, года три не попью, а потом же смогу культурно, умеренно, без запоя. И в такие запои срывался, что даже вспоминать не хочу. И только, говорит, на вашем пятом занятии, я вдруг ясно понял, что надо раз и навсегда проклясть этого страшного алкогольного дьявола. Его надо проклясть раз и навсегда. Я этому дьяволу, мать родную, и снес, он мать пьянкой в могилу займал. Я этому дьяволу две семьи снес, у него две жены без отцовщины, у детей гостя. Я этому дьяволу профессию снес, а он талантливый инженер, у него 18 авторских свидетельств, он до метлы, до пилских. Я этому дьяволу здоровье снес, я ему деньги мешками таскал, да чтоб я хоть раз в жизни на него глянул. Вот он же трезвый Бог, вот ведь молиться-то чему надо. Огромное, говорит вам, спасибо, Владимир Георгиевич, что наконец-то вы помогли мне обрести вот эту самую трезвую веру. И тут я, соратники, сам понял, наконец, чем я занимаюсь на методе Шичко. Два года вел занятия, было имя, были результаты, но я не понимал, а он мне рассказал, что я делаю. Так вот, оказывается, я, соратники всех вас, вот таких разных, пришедших сюда, ну, совершенно по разным поводам, я вас за эту неделю пытаюсь всех обратить в трезвую веру. И то, насколько мне и вам удастся вас обратить в трезвую веру, настолько вы в жизни решите все свои проблемы со здоровьем, со зрением, с работой, с семьей, с жизнью вообще решите все проблемы, если удастся нам обратить вас в трезвую веру. А аналогия с верой ведь стопроцентная. Человек обрел новую веру, чтобы в ней укрепиться, что делать? Молиться. А мы с вами перед сном что делаем? Пишем самовнушение, это наша молитва в новой вере трезвого здорового образа жизни. А что сделать так, чтобы так укрепиться, что и хуту бы назад не было? А ты пойди, обрати еще кого-то, обрати одного-двух, ведь тебе же уже предать-то не с руки, ты же уже людей в эту веру тоже завлек обратил. И тут я начал анализировать свою работу и понял, что с первой минуты первого занятия моя группа делится на две части. На людей, которые верят в Бога, и на людей, которые верят, что Бога нет. Причем для людей, верующих в Бога, метод Шичко настолько прост и понятен, люди пришли избавиться от пороков. А Шичко нашел простой научный способ, как от этих пороков человеку можно избавиться. А вот люди, которые верят, что Бога нет, им еще надо пять дней доказывать, что это пороки, что от них обязательно надо избавиться, если хочешь ты очистить сознание, душу, тело, если хочешь восстановить здоровье и зрение. И тут я задумался, а чем люди, верующие в Бога, отличаются от тех, которые верят, что Бога нет. И я понял, что люди, верующие в Бога, они идеалисты. У них в голове записан идеал, представление об идеальнейшем человеке. Для нас, православных людей, это жизненный подвиг и мученическая смерть Иисуса Христа. Иисус Христос, с научной точки зрения, это модель идеального человека. Потому что, согласно Евангелия, Он прожил на земле 33 года, и за 33 года Он не совершил ни единого греха, ни в делах, ни в мыслях, даже в тайных помыслах ни разу не согрешил. Это самый наивысший идеал, какой только можно себе придумать. Вот мы бы сейчас собрались и сказали, давайте придумаем идеального человека, давайте. Иван Иванович Иванов, он не должен то, 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 то делать, перебрали бы 147 грехов, мы бы кого получили? Иисуса Христа. Такой Бога-человек на земле-то, оказывается, уже жил. И верующий человек, всякий раз, когда он что-то сотворяет, какой-то проступок, он соотносит на уровне подсознания с идеалом. Вот он пошел, кого-то обидел, а Бог ведь Он же никого не обидел, правда? Человек пошел, кого-то обманул, а Бог-то ведь никого же не обманул. И всякий раз, когда человек делает что-то не так, как положено, по Богу, его что начинает мучить? Собственно. Как же, надо же так жить, а он живет не по совести. И человек мучается, кается, хочет изменить, он хочет приблизиться, он подобится своему идеалу. А теперь давайте разберем ту веру, в которую нас всех с вами чуть было не обратили. Ее назвали научный атеизм. Это мера, когда человек ни во что не верит и ничего не боится. Когда человеку внушили разрушительную мысль о том, что Бога нет. Ты есть Бог. Вот ты есть смысл, цель существования на земле. А у человека гордень разыгралась. Да, я Бог. А его Бог и курит. Его Бог пьет. Его Бог семью гоняет. А совесть-то его не мучает. А при чем тут совесть, если он и есть Бог, так совесть, тут категория совести неприменима. Сейчас соратники, я очень много езжу по стране, люди понимают, что мы к какой-то страшному концу идем, к кибели. И часто задают вопрос, Владимир Георгиевич, вот придет конец, вот когда нам придет этот конец? Я как-то в Новокузнецке проводил группу и вечером пошел в магазин. Там круглые сутки магазин полгом алкогольным торгует, а по ночам хлеба. За хлебом пошел. Я подхожу к магазину, а возле магазина стоят молодые мальчишки и девчонки, лет по 16. Все до единого стоят пьяные. Все до единого стоят с сигаретами сосуток. И все до единого между собой громко разговаривают. Они не просто аниматор между собой матерятся, ругаются. Я взрослый человек, мимо них прохожу в магазин, ни один из них даже не покраснел и даже не остановился. И вот когда меня спрашивают, Владимир Георгиевич, когда нам придет конец? Вы знаете, соратники, я очень боюсь, что конец нам уже пришел. Уже выросло поколение, которое даже не понимает, что они со своими душами вытворили. Они этого даже не понимают. Для них это и есть норма, вот пьяному с сигаретой, с матом, понимаете? С сексом вот здесь вот и стоят. И вот это состояние в обществе, когда люди грешат и не понимают, что грешат, оно и наступает перед так называемым концом света, и называется это состояние греховный сон. Запишите, наше общество погрузилось в греховный сон. Сейчас наша страна переживает страшнейшее время. У нас в Новосибирске до сих пор не работает ни один крупный завод, кроме виноводочного. Все заводы стоят. У нас наполовину в области уничтожено сельское хозяйство. Вот едешь, заросшие травой поля, аж сердце щебет, смотри, на такую разруху. Я вам с горечью могу сказать, что уничтожен научный центр мирового класса Новосибирский Академгородок. Но это, соратники, еще не самое страшное, то, что делают вот эти так называемые демократы-реформаторы с нашим народом и нашей страной. Мы все еще можем восстановить. И наши деды и отцы за 4 года после Великой Отечественной войны подняли страну из руин, восстановили народное хозяйство. Мы все еще можем восстановить. Самое страшное, что делают сейчас нашим народом, это то, что второй раз за 80 лет уничтожают нашу национальную идеологию. В 17-м году была разрушена православная идеология, но ее заменили на очень похожую на православие идеологию коммунистического. Кстати, коммунизм это ересь православия. Что говорит православие? Что есть царствие Божие на небе. А что сказал коммунизм? А давайте построим царствие Божие на земле. Давайте построим. Чтобы человек жил трудом, а не обманом. Чтобы человек человеку друг, товарищ, брат. Так давайте же построим. Так кто же против? Почему наши... А сейчас это зажравшаяся верхушка, как один повыбрасывали парк билеты, объявили себя демократами и отливали и эту очень близкую нашей русской душе коммунистическую идеологию. А что взамен? А взамен нашей молодежи каждый день с экранов телевизора вбивают в голову идеологию так называемых общечеловеческих ценностей. Я вам переведу на русский язык, что такое общечеловеческие ценности. Это иди с ближнего, сдирая рубаху со шкурой, набивай карманы, набивай брюхо и занимайся сексом. Высшего скотства для русского человека придумать было невозможно. Это сонмище, сборище всех смертных грехов вот эти общечеловеческие ценности. И если мы, соратники, душу свою не спасем, миропонимание свое не защитим, мы просто исчезнем с лица земли, как народ. Народ без идеала, без души жить не может. Он в стадо скотов превращается и исчезает. И вот когда в девяносто первом году начали обновывать и рушить коммунистическую идеологию, в которую я искренне верил, я пошел осенью в сентябре в церковь и окрестился. Когда я крестился, я в Бога не верил. Я просто понимал, что ну надо, ну давайте хоть за это уцепимся, ну ведь жила Русь тысячу лет с православия, ведь в каких передрядах выставила. И детей-то ведь не этой же гадости общечеловеческой учить, ну хоть чему-то светлому зацепиться. Я поверил в Бога позже. И вот как я поверил в Бога, это тоже очень и очень интересно. У нас в Новосибирске в одной соратнице открылась так называемая прелесть. Начала видеть души людей, души, внутренние органы, болезни. Она вела года 4 занятия Пашечко и тут же переделывала свой курс и начала проводить курсы под названием «Духовно-нравственная самокоррекция здоровья». Это оздоровление с помощью покаяния поста молитвы. А в рамках этого курса она всех смотрела, ну каждому же интересно, у кого там гнев, гнев. Она проводила консультации. Ее курс пользовался бешеным успехом. Ее приглашали во все города. И как-то нас вместе параллельно пригласили в город Цыктывкар. Я дал свою группу, она свою. Моя группа как-то сходила по сумам. Владимир Георгиевич, вам надо, чтобы нас тоже она посмотрела. Я говорю, да нет, вот всем туда надо и все. Я ей говорю, что вы там с ними делаете? Они как мухи на мя. Она говорит, а вы придите, посмотрите. И я пошел поприсутствовать на консультации. В однокомнатной квартире сел на кухне за Ширу, она в комнате вела прием. И я сразу попал на один очень любопытный случай. Заходит женщина, 36 лет. Второй брак, бесплодие, нет детей. А, кстати, соратники, самая страшная расплата за грехи за наши и за неотмоленные грехи семи поколений наших, неотмоленные, это не смерть. Смерть это не самое страшное, что есть в жизни. Мы все смертны, мы все умрем. Самая страшная расплата за грехи за наши и грехи поколений неотмоленные. Это бездетность. И у нас до революции все бездетные семьи, все их искренне жалели. Я долго не мог понять, почему. Сейчас говорят, о, нет детей, в свое удовольствие живут, да? А ведь раньше-то их все жалели. И вдруг до меня дошло, Господи. Так ведь если у тебя нет детей, у тебя уже никогда не будет внуков, правнуков, праправнуков. А душа-то твоя там будет мучиться. А ведь ни одна родная душа в поминальную субботу не придет, свечку не поставит, тебя с благодарностью не помедет. Вот это и есть самое страшное взорвение полное человека. А Господь Бог, Он суров, но справедлив. И если какой-то род впадает во грехи в тяжкие, Он его берет, просто прерывает бездетностью по мужской или женской линии. Нормальные рода развиваются, этот высыхает, что его больше нет, он исчезает с земли навсегда. И вот заходит эта женщина, вот такая медицинская книжка. Всех прошла профессоров, курорты, и все говорят, иди рожай. Рожать не рожается, нет детей. Она ей задает вопрос, вы в Бога верите? Таша пешила, ну вроде верю, сейчас модно в Бога верить. А вы крещеные? Нет, православные? Да, предки православные. Она начинает ее смотреть и видит у ней полный провал поля в области матки. Там что ни делай, нет энергии зачать ребенка. Она смотрит ее мать. У матери искажение поля в области матки. Она смотрит бабку. У бабки искажение поля в области матки. Она могла посмотреть любого человека из любой эпохи. Вот это полностью подорвало все мои атеистические представления. Я знаете, почему в Бога не верю? Потому что мне говорили, Господь Бог всемогущий. Он все знает, все видит. Он не только твои дела знает, видит. Он все твои мысли знает. Даже тайные помыслы знает. Ты от себя хранишь, Господь их знает. Но тут я хохотал. Ничего себе. Какая у Бога должна быть голова? Ведь миллиарды людей на земле. Попробуй про всех все запомнить. А оказывается, саранники. Ни один прожитый нами миг на земле не исчезает бессмертно. Вся информация о наших мыслях, чувствах, поступках, состоянии здоровья снимается, где-то накапливается, хранится вечно. И простая женщина берет и этой информацией пользуется. Когда кончилась эта консультация, я весь ошарашенный, подождите, говорю. Я подхожу и говорю, я хочу вам поверить. Вот давайте, как цыган. Вот скажите, вот есть у меня гланды или нет? И рот ладошкой прикрыл. Она говорит, да нет у вас гланды вырезаны, кстати, это плохо. Я говорю, можете сказать, во сколько лет? Она говорит, ну, 40. Я говорю, ну, с 5 до 15. Она меня смотрит 5-летнего, гланды есть 6, есть 7, есть 8, есть 9, видит мощнейший воспалительный процесс, в 10 удалил. Я говорю, у меня отец живой? Посмотрел, а нет. Рассказал, от чего умер, когда, чем болел. Вот все оказывается, все известно, и все понятно. И вот она смотрит эту женщину, и видит у ней в 6-м поколении, по женской линии, в ее роду какая-то страшная грешница. То ли вероотступничество, то ли проклятие, то ли самоубийство. Но на роду грех бесел не отмоленный, и на ней закончился бездельностью. Все стало ей понятно. Она открывает книжечку православной молитвослов, находит молитву. Там есть за упокой души наших предков и всех православных христиан. Читайте молитву. Женщина читает молитву. Раз читает, два читает, три читает. Третий раз доходит до слова «Аминь», и с ней вдруг приключается истерика. Как ее затрясло. Как она давая рыдать. Как она все пятнами пошла. Это перепугалась. Водичка отпаривает. Успокаивает. Кое-кое как ее успокоило. Начала смотреть, смотрит. У нее началась коррекция поля в области мамки. И у матери началась, и у бабки. По поколениям пошла коррекция. Она ей говорит, пишите рекомендации. Та сидит, рука трясется. Пишет. Пойти в церковь окреститься. Каждую субботу ходить на службу. Отманывать свои собственные грехи. И грехи своей прапрапрабабки. Может быть, Господь Бог даст, и дети у вас еще будут. Это было в сентябре. А в феврале мы случайно встретились в Новосибирске. Ну, привет, привет. Она говорит, помните нашу крестницу? Я говорю, помню. На днях позвонила, женщина забеременела. У меня аж челюсть отпала. А я как раз ехал в город Нижний Тагил. А там, я там группу проводил. А там настоятель собора святого Александра Невского, отец Геннадий, мой очень хороший друг. Мы с ним одногодки. И жизнь одинаково понимаем. Я приехал, я говорю, отец Геннадий, я чудо видел. Человек у Бога попросил, и Бог ему дал. А он у меня глазками хлоп-хлоп говорит, да ты что, Владимир Георгиевич, да я тебе сотню таких чудес расскажу. Человеку поверить или кидается. И тут я обратил внимание на один очень странный факт. У нас до революции в России врачей, на то, что население было в 38 раз меньше, чем сейчас. В 38 раз меньше было врачей. А люди-то ведь жили здоровыми. И ведь жили-то поскольку. Вы слыхали? И желаю тебе сибирского здоровья. Слыхали про такое? Где оно? Посмотрите на себя. Это сибирское здоровье. А оказывается, до революции в Сибири жили сплошь старообрядцы. Это были настолько духовно крепкие люди. Они все посты соблюдали. Они на дух алкоголь, табак в рот не брали. Они жили по 100-120 лет. Вот оно, где было сибирское здоровье. Всякий раз соратники, когда человек расстается со старой ложной верой, обретает новую, он проходит через одно очень важное таинство, которое называется покаяние. Запишите все. Самое главное домашнее задание. Самое главное домашнее задание. Самое главное домашнее задание. Написать покаяние. Написать покаяние. Сегодня соратники дома, вечером, перед сном, никаких вам дневников писать не надо. Возьмете сегодня двойной диск бумаги в клетку, расположите вертикально, и на этом листе не надо писать ни номер, ни псевдоним, ни имя отчества. Дело в том, что мы не являемся духовными людьми. Мы не имеем права от вас принять покаяние и отпустить вам грехи. Это может сделать только священник церкви. Поэтому вы напишите это покаяние анонимно. Его никому не надо показывать, его никому не надо будет сдавать. Вы его завтра принесете сюда, и я вам завтра расскажу, как с ним следует поступить дальше. Итак, вы возьмете двойной диск бумаги в клетку, сверху напишите покаяние, и запишите название покаяния. «Перед кем я виноват или виновата? Перед кем я виноват в этой жизни? Перед кем я виноват в этой жизни? За свои грехи за свои грехи и вредные привычки. За свои грехи и вредные привычки. В скобочках алкоголь, табак, сквернословие и другие. А культурное питье это страшный грех, который лежит на каждом из нас. Программирование детей. Алкоголь, табак и другие. И как я буду искупать свою вину? И как я буду искупать свою вину? И искупать свою вину? К сожалению, соратники, многие из вас люди невоцерквленные. Даже и не понимают, как это кается, перед кем кается. Я дам еще одну подсказку. Запишите. Перед кем кается? Перед собой. Перед детьми, если есть. Перед собой. Перед детьми. Перед родителями. Перед родителями. Перед семьей, мужем, женой. Перед семьей. Перед 14 поколениями. Я сейчас поясню, что это. Перед 14 поколениями. Перед 14 поколениями. Перед 14 поколениями. Мы формировали семь поколений. Мы им благодарны, но ведь и мы должны оставить семь поколений. Вот это и есть семья. Семья до меня, семья после меня. А мы звено в этой цепи жизни. Перед родиной запишите. Родина с большой буквы пишется. А мы, соратники, не самые лучшие граждане. Такой разор допустили на своей земле. Перед родиной и перед Богом. Бог тоже пишется с большой буквы. Ну, если верите. Если верите, покайтесь перед Богом. И перед Богом. А сейчас я вас хочу попросить, чтобы вы меня все послушали очень и очень внимательно. Потому что то, что я вам сейчас скажу, это самое главное. И самое важное из всего того, что я вам вообще за эту неделю здесь буду говорить. Потому что покаяние – это вершина нашего курса. Опыт показывает, что сегодня вечером перед сном все вы поделитесь на две части. Большая часть из вас выполнит это самое главное домашнее задание. Напишет покаяние. И может просидит и не час, и не два над этим тетрадкой. И может слезами умоется не раз и не два, когда будет писать. Вот эти люди придут сюда завтра на последнее занятие абсолютно совершенно другими людьми. Совершенно другими людьми. Они, может, впервые в жизни поймут, вот что такое очистить душу покаяния. Вот что такое взять и без стыда посмотреть в глаза своим собственным детям, которых столько лет мы предавали. Пусть мы не знали, но теперь-то мы знаем, что предавали детей. И предавали им очень круто. К сожалению, найдутся среди вас и такие, кто это самое главное домашнее задание не выполнит вообще. Мотивы разные. Чего это кается? Не в чем мне кается. Это соратники грех. Тоже грех. И этот грех называется гордыня. Когда человек считает, что ему не в чем кается, это гордыня. Каждому из нас соратники есть в чем покаяться. И я здесь перед вами душу, ну не просто так. Я свои грехи искупаю. До 33 лет я и наливал, и поднимал, и в рот заливал, кто отказывался. Мне всю жизнь эти грехи теперь искупать. Может, вот таким делом, которое мне во искупление Богом и назначено. А кто-то напишет с фигой в кармане. А, напишу что-нибудь. Сдавать-то ведь все равно не надо. Так вот, я хочу, соратники, сразу вас предупредить. Те, кто не напишет покаяние, или напишет его кое-как. Вот эти люди, вот того потрясающего эффекта, который они могли получить от этого курса. Они не получат. И боюсь, что не получат уже никогда. И все же я верю, что все вы выполните это самое главное домашнее задание. Напишите покаяние и получите этот самый прекрасный результат. Убрали все из рук. Потерли руки до тепла и сделали все пальминки. Потерли руки до тепла и сделали пальминки. Итак, глазки все закрыли. Успокоились. Расслабились. Начинаем наш вечерний пальминг. Начинаем расслабление мышц наших глаз. Наши глазки хорошие. Наши глазки отдыхают. С каждым днем наши глазки видят все лучше и лучше. Мышцы наших глаз расслабляются. Весь наш зрительный тракт расслабляется. Вот и подходит к концу очный курс нашего Народного университета здорового образа жизни по методу Геннадия Андреевича Шичко. Пять дней мы приходили на занятия, набирали знаний, умений для того, чтобы помочь себе очистить сознание, душу, тело, избавиться от вредных привычек, болезней, восстановить здоровье, зрение. А также мы ходили для того, чтобы, освоив психоанализ Шичко и метод Бейца, научиться помогать другим людям. Мы много и упорно занимались, и вот сегодня, дома, вечером, перед сном, нас ждет самое главное домашнее задание – написать покаяние. «Перед кем я виноват в этой жизни за свои грехи, вредные привычки, и как я буду искупать свое вино?» Покаяние – это вершина нашего курса, курса очищения души, а глаза – это зеркало нашей души. Я верю, соратники, что все вы с достоинством и честью выполните и это самое главное домашнее задание, напишите покаяние и получите прекрасный результат. А вообще я восхищен вами, дорогие соратники, у всех у вас очень сильная воля, твердый характер. Ведь фактически неделю вы работали в три смены, на производстве, кто-то на учебе, вечерами по три с лишним часа на занятиях, до полуночи писали анкеты, дневники, самокрушения, сочинения. Вы своим трудом доказали, что вам по плечу новые, более серьезные победы над своими порогами. Ну а впереди соратники. Впереди всех нас ждет прекрасная, трезвая жизнь. И я очень хочу вам пожелать, чтобы вы в этой жизни обрели высочайший смысл, и чтобы передали этот смысл жизни своим детям, внукам, правнукам, и чтобы, когда придет время уходить, не стало бы нам мучительно, стыдно и больно за бесцельно промотанные годы. Жизнь, зрение, жизнь. Ну а сейчас, уважаемые соратники, у всех глаза закрыты, ладошки на носу сели прямо. Все под ладошками глазки слегка зажмурили, ослабили, зажмурили, ослабили, зажмурили, ослабили. У всех глаза закрыты, ладошки сняли. И все носом на доске написали, дать людям зрение. Дать людям зрение. А сейчас глазки все протерли, как дети промокнули, вздохнули все глубоко, выдохнули. И открываем глаза, быстро-быстро моргая. Поморгали, 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 поморгали. И посмотрели все друг на друга. Посмотрели на меня, посмотрели на зал. Порадуйтесь тем новым краскам, которые открываются перед вашими глазами, без этих стекол, костылей, очков. Наше сегодня занятие закончено. Печко бейся. Это курс общего оздоровления и избавления от вредных привычек. Откройте ваши конспекты, напишите шестое занятие. И напишите тему. Прояснение сознания. Прояснение сознания. Этот вопрос один из самых сложных о проясненности сознания. И что именно имел в виду Геннадий Андреевич Шичко, формулируя этот вопрос в дневничке. Смотрите сами. У человека в голове записаны различные ложные программы. Что алкоголь хорошо, табак прекрасно, ешь побольше, будешь здоровый, очки спасут, врачи помогут самому делать, ничего не надо. И вот человек приходит на подобные курсы и начинает себе записывать новые программы о том, что алкоголь – яд, что табак – яд, что смешанное питание – яд, что очки калечат глаза. И за неделю люди, которые выполнили все домашние задания, написали все дневники, самовнушения, анкеты, сочинения, то есть все полностью выполнили за эту неделю. Эти люди у себя ложную программу в голове разрушают, а новую программу себе записывают. Почему я это утверждаю так? Потому что соратница одна даже пишет. Сегодня смотрю, как соседка за столом за соседним травит себя смешанным питанием. То есть она уже не сама смотрит, чего ест, она уже смотрит, чего другие так едят. То есть у ней уже изменения на уровне подсознания произошли. Ну, я думаю, что не найдется среди вас ни одного человека на сегодняшний день, который бы вышел и говорил, что вот это правда, а это ложь. Да? Не один человек. Хотя, если бы я на первом дне вам сказал, вот это вот все, вы бы тут на дыбе встали, сказали, человек сумасшедший, ерунду какую-то говорит, понимаете, что выпить на праздник, это, так сказать, греха никакого нет. Вот. То есть уже изменения на уровне подсознания произошли. Но, казалось бы, на этом можно было бы и расстаться. Нет соратники. Дело, оказывается, обстоит намного сложнее. Вот эти ложные программы по всему сознанию пустили ядовитые корни. Какие это корни? Ну, скажем, алкогольная программа пустила корни какие? Праздник? Алкоголь. Радость? Алкоголь. Горе? Алкоголь. Родился? Алкоголь. Умер? Алкоголь. Деньги дали? Алкоголь. Деньги отобрали? Алкоголь. Вообще вся жизнь вокруг алкогольной программы у человека и крутится. А ведь эти корешки надо тоже из-под сознания убирать. А с другой стороны, мы с вами соратники начали писать мощную программу, что трезвость, здоровье – это прекрасно. Программу-то мы начали писать, но ведь эту программу надо наполнить каким-то реальным, конкретным содержанием, а именно праздник – это трезвость, радость – это трезвость, горе – все равно трезвость. То есть нам же надо иметь в голове программу, как себя вести в той или другой ситуации. Где гарантия, что вы через полгода на какие-нибудь поминки не попадете? Да выпейте стакан, ты чёрт. А у вас эта заноза в голове сидит, и она может сработать. И вот эту вот работу по окончательному прояснению сознания, то есть убиранию вот этих ядовитых корешков и записи вот этой новой ромашки трезвой, здоровой жизни, никто за вас, к сожалению, сделать не сможет, никакой нанятый негр. И вам это всё предстоит сделать самим в течение ближайшего полгода. Я вам дам специальный график введения дневника, и для вас с завтрашнего дня одним из важнейших вопросов в дневнике будет такой. В каком случае некоторые люди употребляют алкоголь? Разберите каждый раз один новый случай бывшей свадьбы. И вам каждым дневником надо будет начать разматывать свою жизнь назад и вспоминать те случаи, когда вы сами употребляли алкоголь, либо находились в компании и благожелательно к этому занятию относились. Ну, например, вот вы пишете уже дневничок номер 12. И размотали почти целый год назад, и дошли до такого случая. Некоторые люди употребляют алкоголь, когда из отпуска возвращаются вновь на работу. Да? Зачем они это делают? Ну, на работе такая традиция. В отпуск уходишь, бутылку ставишь, с отпуска приходишь, две несёшь. А что в этом неправильного плохого? Тут всё неправильно и плохо. В коллективе 12 человек. 12 человек в отпуск ушли 12 пьяных, 12 вернулись, ещё 12 пьяных. 12 дней рождений, да ещё там праздники всякие, трезвые недели на работе ни одной не проходят. А как поступите вы? Напишите три варианта поведения без алкоголя. И вы должны написать, что в следующий раз, выходя из отпуска, я испеку торт, принесу и устрою чаепитие с тортом. Ну, чтобы не думали сотрудники, что я жадену на этот вонючий алкоголь, деньги пожалел. Испеку торт, принесу торт. Или, скажем, принесу на работу бидон ягод, угощу всех. Это хорошая русская традиция. При встрече посидеть за столом, вкусно поесть. Она нормальная, но без алкоголя. И тогда у вас вот это вот занозено, что коллектив, отпуск, алкоголь, она у вас уйдёт, у вас будет уже реально записана программа. Вот как в этой ситуации можно себя вести без алкоголя? Без алкоголя. Запишите всем. График ведения дневника. График ведения дневника. График ведения дневника. До 20 августа ежедневно. 15 дней. До 20 августа ежедневно. Вам сейчас будет проще, занятий не будет, время свободное вечером будет. До 20 августа ежедневно. Далее август-сентябрь через день. Далее август-сентябрь через день. Октябрь-ноябрь два раза в неделю. Октябрь-ноябрь два раза в неделю. Декабрь-ноябрь один раз в неделю. Декабрь-ноябрь один раз в неделю. Ниже запишите. Обязательно писать дневник. Ниже напишите. Обязательно писать дневник накануне алкогольно-объедательной ситуации. О чем идет речь? Ну, представьте, у ваших лучших друзей Сидоровых, скажем, 15 августа день рождения, да? А у вас уже традиция. Каждый год 15 августа все к Сидоровым на дачу. А Сидоровы народ известный. Они мертвого напоют. От них еще своим ходом с дачи никто не уходил. А у вас еще сознание до конца не произнено. И вы знаете, что там к вам недобрые руки потянутся, чтобы за штаны, за юбку, и, как говорится, фейсом аптейбл опять стукнуть вас в это болото пьяное утащить. И встает вопрос, идти к Сидоровым на день рождения туда на дачу или не идти? Ответ соратники только один. Идти и идти обязательно. Но накануне этого похода вы должны вечером написать дневник и самовнушение. И в дневнике для вас важнейшим вопросом будет такой. В каком случае некоторые люди употребляют алкоголь? Вы напишите. Некоторые люди употребляют алкоголь на дне рождения у живодеров Сидоровых, да? Зачем они это делают? Ну, Сидоровы народ глупый. Они на всякие курсы не ходят. У них такая установка. Вот напоить до полусмерти – это и есть угостить, уважить, отпраздновать. А что там неправильного и плохого? Напишите. Все неправильно и плохо. Праздник, день рождения, люди себя травят ядом. На это безобразие дети смотрят, программируются. А как поступите вы? Напишите три варианта поведения без алкоголя. И вы должны написать. Завтра у Сидоровых на даче я буду петь, танцевать, буду отдыхать, поиграю с детьми. Вначале потребую, чтобы несли мясо, рыбу, салаты, белки. Через три часа потребую, чтобы тащили торты, пироги, значит, углеводы. Все себе распишите и смело идите к Сидоровым на день рождения. С этого пути вас уже там никто не собьет. И я вас уверяю, что вы прекрасно проведете время. Но когда вечером домой вернетесь с дня рождения, обязательно еще раз закрепите этот успех. Напишите снова дневник и самовнушение. И для вас в дневнике одним из важнейших вопросов, самым важным будет такой. Ваше отношение к спиртному, ваше отношение к предложению употребить спиртное и ваше пребывание в компании, употребляющей спиртное. И вы должны написать. Сегодня было на дне рождения у Сидоровых. «Господи, да что ж с людьми творится? Да к концу-то вечера перепелись, да там переругались. А у меня-то все хорошо, да все прекрасно. Однако завтра утром съезжу-ка я снова на дачу к Сидоровым. Да посмотрю на их опухшие рожи, да продемонстрирую, что такое трезвый, здоровый образ жизни». И будьте уверены, вот эта метастазина, Сидоровый, алкоголь, день рождения, дача, у вас уйдет. У вас уже будет ваш реальный опыт, как себя вести в той, достойной, вот в такой конкретной ситуации. Обратите внимание, что дневники пишутся с затуханием в течение полугода. Почему такой срок? Этот срок Шачко обнаружил экспериментально. Это свойство человеческого мозга. Я очень люблю слушать и рассказывать анекдоты. Но я про себя заметил одну странную особенность. Встречу какого-нибудь приятеля в Академгородке. «Здорово, ну расскажи, что я не веселенькое». И он мне расскажет анекдот. Я «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Но я знаю абсолютно точно, что если я этот анекдот в течение дня не вспомню, кому-то не перескажу, если я его в течение недели еще где-то в компании не вспомню, не расскажу, я его через месяц просто забываю навсегда. Просто навсегда. И через месяц опять этого приятеля встречу. «Здорово, здорово, ну расскажи, что я не веселенькое». Он мне опять этот анекдот. «Я ха-ха-ха-ха». А сам думаю, да ну не может быть, чтобы я его не слышал. Но я его точно не помню. Но если с какой-то информацией человек постоянно общается в течение полугода, то сознание понимает, что это одна из самых важных информаций и закачивает в такие глубины подсознания, что оттуда, как говорится, только можно вырубить топором. Ну, яркий пример подобной программы – это таблица умножения. Вспомните, как мы с вами в школе учили таблицу умножения. Помните? Дважды два – четыре, пять, и пять – двадцать пять. Учили, писали, на ночь, отвечали, полгода учили таблицу умножения. Что хотите со мной делайте, я ее не могу забыть. Шесть ю шесть у меня откуда-то вылетает тридцать шесть. Не думая, вылетает. Срабатывает программа. Могу я забыть таблицу умножения? Как вы думаете? Да, могу, по методу Шичко. Вот попробуйте перед сном пописать абракадабру три дня. Шесть ю шесть – тридцать шесть, семь ю семь – тридцать семь, восемь ю восемь – тридцать восемь. Четыре дня попишите, на пятый день вам попадется восемь ю восемь, и начнете на пальцах складывать. Потому что вылетать-то будет не шестьдесят четыре, а тридцать восемь. Вот только что вы себе программу написали. Восемь ю восемь – тридцать восемь. Но нам с вами таблицу умножения затирать не надо в подсознании. А вот ложные программы таким образом затираются и вытесняются из подсознания программами новыми. Запишите все. Техника безопасности. Техника безопасности. Техника безопасности. И запишите с красной строки. Для достижения стопроцентного результата я буду двоеточие. Результаты я буду двоеточие. Что мы, кстати, называем на наших курсах стопроцентным результатом? Мы называем ситуацию, когда человек снимает очки, восстанавливает зрение и начинает видеть без очков так же, как он видел в очках. То есть, если он в очках видел с пяти метров шестую строчку и начал видеть без очков шестую, то вот это мы называем стопроцентный результат. Он может еще больше получить и седьмую, и восьмую, и десятую увидеть, развить свое зрение. Но вот стопроцентных мы считаем, человек видел без очков, начал видеть, как в очках. Вот это ситуация стопроцентных. Итак, я буду, первое, максимально откажусь от очков. Первое, максимально откажусь от очков. Максимально откажусь от очков. Второе, перечитывать конспект и дополнительную литературу. Перечитывать конспект и дополнительную литературу. И дополнительную литературу. Значит, что касается дополнительной литературы по зрению, Вот одна из самых простых, коротких и лучших книг, я считаю. Запишите. Бенджамин, которая хорошее зрение без очков. Но ее ребята переиздали. И она, в общем, вот у нас есть. Бенджамин. Автор. Так? Вышла, в общем, прекрасная книга. Авторы. Афонин, Травинка. Запишите. Афонин, Травинка. Афонин и Валентина Травинка. Игорь Афонин, Валентина Травинка. Называется их книга «Как прекрасен этот мир, посмотри». Как прекрасен этот мир, посмотри. Очень редкая сейчас книга, но если увидите, обязательно купите. Игорь Афонин, это тот самый Игорь Николаевич Афонин, у которого я пять с половиной лет назад восстанавливал зрение в Череповце. Он до сих пор ведет эти курсы. И как-то в Череповец приехала Валентина Травинка. Это известная писательница-журналист. Знаете, книжки зеленые, она пишет о здоровье. И она приехала в Череповец, а приехала в очках. И увидела объявление. Курсы по восстановлению зрения. Она пришла, просидела все эти курсы, сняла очки, восстановила зрение. И Афонину говорит, слушай, так надо же срочно книгу об этом писать. Афонин говорит, да я не писатель вроде. Ну давай вместе. И вот они вместе написали вот эту книгу «Как прекрасен этот мир, посмотри». Там и Амета Дишичко Бейтса. Запишите еще. Корбет. 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 Маргарет Корбет – это ученица Бейтса. Самая известная ученица Бейтса. У ней была такая судьба сложная. У ней начал слепнуть муж. У мужа зрения было минус 20. И врачи ей сказали, приготовьтесь, будете жить со слепым мужем. И тут она услыхала, что в штате Нью-Йорк живет профессор Бейтс, который не очки прописывает, а зрение восстанавливает. И она повезла мужа к Бейтсу. Бейтс мужа посмотрел и сказал, зрение восстановим. И Маргарет Корбет дала обет. Если мужу сохранят, восстановят зрение, то она всю свою жизнь положит на то, чтобы эту методику как можно шире по всей Америке и по всему миру пустить. Мужу зрение восстановили. И именно Маргарет Корбет, она не врач, она талантливый педагог, развернула сеть вот подобных курсов по всей Америке. И в общем, от нее пошли эти курсы и в другие страны. Книга у нее по-разному называется. Типа, как быстро восстановить зрение. Ну, в общем, запомните автор Корбет. Маргарет Корбет. А саму книгу Бейтса читать я вам не рекомендую. Это серьезный научный труд, который переводил специалист по переводу детективов. Я специалист оптика, я кандидат в физмат наук по специальности оптика, моя первая специальность. Я сидел, читал, догадывался, о чем Бейтс мог писать. То есть, я сидел, догадывался, потому что... А вот вторая часть там, Маргарет Корбет, книжка, очень и очень полезная. Запишите еще автор. Хаксли. 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 Книга называется «Как вернуть зрение». Как вернуть зрение. Хаксли. Как вернуть зрение. Олдос Хаксли. Это знаменитый английский писатель-романист. Он написал около 50 романов и ослеп. У него зрение минус 20. Ему врачи категорически запретили читать. И он освоил аспуку Брайля. Пальцами как слепой начал читать. А он жил в Англии и услыхал, что в Америке живет профессор Бейтс, который зрение восстанавливает. Он все бросил и поехал в Америку. Но Бейтс уже умер, и он попал в группу Маргарет Корбет. Восстановил зрение и написал книжку, тоненькая книжка, которая переведена на 185 языков мира. Вот эта его книжка «Как вернуть зрение». Это размышления серьезного английского писателя обо всех этих проблемах. Если увидите, очень тоже редкая книга, обязательно ее найдите. Значит, что касается книжек о методе Шичко, запишите автор. Иван Дроздов. Иван Владимирович Дроздов написал книгу, единственную книгу Геннадий Шичко и его метод. В этой книге половина идет рассказ вообще о Шичко и о том, как он к этому пришел. А вторая половина – материалы самого Шичко по методу избавления, скажем, от алкогольной зависимости. Называется его труд в помощь пьющим, пожелавшим стать трезвенниками. Я знаю десятки людей по стране, которые, почитав эту книгу, навсегда перестали употреблять алкоголь с помощью вот этой методики Шичко. Запишите еще, автор, Углов, академик Углов. Его книги – это энциклопедии по здоровому образу жизни. Он написал книгу «Самоубийцы», вот тот материал, который я вам давал вчера, позавчера, я взял из этой книги. У него прекрасная также книга, очень редкая, «Ламихузы». Кстати, знаете, кто такие ламихузы? Нет? Мы долго думали, есть ли аналог вот так спаивания, уничтожения своих собратьев с помощью наркотиков в живой природе. И выяснили, что в живой природе такого нет, чтобы животные одного вида своих собратьев убивали наркотиками, этого нет, только в людской среде. Но животные одного вида против животных другого вида наркотики пускают очень успешно. Яркий пример – маленький жучок ламихуза. Вот такой маленький жучок, он залезает в муравейник, и в муравейнике начинает учинять форменный разбой. То муравьишку сожрет, то яйца муравьиные поест, свои яйца откладывает, муравьи их не различают, выращивают ламихузят, так сказать, вместе со своими личинками. Но муравьи-то понимают, что к ним бандит залез, а у них есть в муравейнике боевики муравьи. И они им дают приказ уничтожить ламихузу. А не только ламихузе, а он поворачивает ними задними лапками, и у него сзади там такие волосики, треховы. И он с них начинает выделять наркотическую жидкость типа алкоголя. Алкоголь выделяет. Муравьи бегут, его кусают, лижут, цепляют, дуреют, зависимость у них появляется. А потом они уже ламихузу любят, они его уже, так сказать, ухаживают, они его по утрам вокруг него, как вокруг пивной, собираются. И у них только одна задача, лизать, лизать этого ламихузу, и муравейник начинает распадаться. То есть нарушается работа, так сказать, разоряется, все. А в это время ламихузята выуглубдаются, они этот муравейник доедают и переходят на другой. Вот такой вот есть жучок ламихуза-паразит. Но что интересно, у муравьев есть способ борьбы с ламихузой. Вот что интересно. Есть способ борьбы. В чем он заключается? Понаблюдайте за муравейником. Муравьи время от времени свои яйца, знаете, белые такие, вытаскивают и перепрятывают с одной норки в другую. Постоянно таскают их туда-сюда. Зачем они это делают, биологи не знают. Но яйцо муравья, если вытащить на свет и снова спрятать, ему ничего не бывает. А личинка ламихузы, как только в нее на свет появляется, вытаскивают, она тут же гибнет. То есть ламихузы чего боятся? Света боятся. Правды они боятся. Вот что им надо. Правды их надо добивать, убивать эти ламихузы. Вот. Значит, вот книги Дроздова, книги Углова. Ну, в принципе, по здоровому, по части Курева, самая лучшая книга, Мириан Стоппер, «Бросим курить». Вот все курильщики, кто курит или у кого курят, возьмите. Вот почитав эту книгу, заставьте курильщика почитать, тяга к этому отравлению у человека резко пропадает. «Бросим курить». Ну, она есть там, вот потом подойдете, посмотрите. Ну, вот Шичко, основной словарь трезвенника. Здесь не только то, что я вам давал словарь Шичко, несколько слов, а он тут всем словам дал правильное научное толкование по этой проблеме. Тоже посмотрите. Ну, и вот одна из лучших книжек по раздельному питанию, это основоположник раздельного питания в мире, американский профессор Герберт Шелтон. Называется «Ортотрофия. Основы правильного питания». Уникальнейшая книга. Если бы я ее в 10 лет прочитал, я бы зубы все себе сохранил. То есть, вот, я просто, эта книга, вот, я говорю, что называется «Ортотрофия. Основы правильного питания». Это основы раздельного питания. Это самый ведущий специалист в мире. Семенова у него все взяла. Так, записались литературы, да? Третий. Третий. Мы пишем технику безопасности. Третий. Заполнять дневник в соответствии с графиком и рекомендациями. В соответствии с графиком и рекомендациями. Четвертое. Не делать тайны из того, что я сознательно отказался или отказалась от алкоголя, табака и очков. Не делать тайны из того, что я сознательно отказался или отказалась от алкоголя, табака и очков. От алкоголя, табака и очков. Поставьте тире и напишите. Наш метод основан на правде. Наш метод основан на правде. Сознательно отказался от алкоголя, табака и очков. Наш метод основан на правде. Вот вы знаете соратники? Я веду здоровый образ жизни, показываю прекрасный пример детям, всем окружающим. Человек начинает врать. Ну а если он начинает врать, то его бесы подкараулят и ножку ему подставят. Это уже проверено. И вот у меня был такой интересный случай. В Тюмени ко мне из деревни на занятия приехал один соратник, молодой парень лет 30. Заходит на консультацию и говорит, где тут от алкоголизма лечит? Я говорю, ну заходи, тут всех от алкоголизма лечит. И он начал ходить на занятия. Я ему дал специальный дневник от алкоголя, табака. Вам завтра раздадут эти дневнички. Он начал с ними работать, все прекрасно, значит, все нормально. Парня через неделю стало просто не узнать. А он целую неделю жил у родственников, только ходил на занятия, делал домашние задания и всю эту литературу перечитывал, сидел дома. Он на третий день перестал травить себя табаку. На пятый день проводил лечебное голодание. Парень вообще талантливый, пишет, сегодня с меня течет не моча, а табачный тегорь. Я из 30 лет, с 6 лет, 24 года сосу, значит, табак ядовитый. У меня мясо прокопченное, и вот эта копоть с меня выходит, лицо становится розовым, белым, ну и так далее. В общем, я говорю, парня к концу занятий стало просто не узнать. На последнем занятии руку жал Владимир Георгиевич, приезжай, мы с тобой, так сказать, на рыбалку там. Ну, в общем, все, все прекрасно. И через неделю вернулся назад домой в деревню и не курит и не пьет. Деревня ахнула. Ты что, кодировался? Нет. Зашился? Нет. Лечился? Нет. А что не куришь, не пьешь? Ну, не хочу, не кури, не пью. Неделю живет, не курит, не пьет и все отрицает. Месяц живет, не курит, не дам, мало не курит, не пьет, письма куда-то посылает, письма посылает, понимаете? Ну, и когда он очередные дневнички послал, в ящик бросил почтовый, он за угол, они тут же его вскрыли, заинтригована вся деревня, что с мужиком-то случилось. Вскрыли этот ящик, достали письмо, лечился, ну, вон же, видно, что лечился, чё ж ты. И он, чтобы доказать им, что он такой же сумасшедший, как они, нелеченый, взял бутылку водки, буль-буль-буль, залил в себя, ну что, не умер? Не умер. Значит, не лечился, ну, значит, не лечился. И пишет мне, чего делать дальше. Я отвечаю, ну, а зачем врать-то было? Ну, приехал, сказал, ребята, прекрасный метод. Ни страха, ни насилия. Очищаешь сознание, душу, темно живешь, как человек, с новой трезвой программой. Вот меня очень сильно выручает во всех таких ситуациях вот этот значок члена Союза борьбы за народную трезвость. Вы знаете, он мимо людей не проходит. Обычно, что у тебя за значок? Ну-ка, ну-ка. Я говорю, Союз борьбы за народную трезвость. Трезвость, да ты чё? Да я уже добили давно. Да нет, это святая идея, вечная. Удавить её невозможно. Я не потому не употребляю алкоголь, что у меня там печенка-селезенка болит. Нет. Я народ свой трезвостью спасаю. И тебя с трезвостью своим я тебя спасаю. И вы знаете, такая позиция в любой компании, где бы я ни был, вызывает у людей уважение. У нас на Руси всегда идейных людей уважали, да? Правда, человек за идею пьёт. А тут начинают разливать, я говорю, я не употребляю. Ты что, больной? Да нет, я говорю, я, ребята, как раз здоровый человек. Я им употребляю. Это у вас не всё в порядке с головой. Вы яд собираетесь сосать, дуреть, понимаете, болеть с него. В конце концов и помирать. И помирать. У меня тоже ещё был один очень интересный случай. Я как-то в Омске разыскал своего однокурсника и одноклассника. Мы вместе физмат-школу кончали, пять лет отучились в университете. А потом разъехались и двадцать лет не виделись вообще. И тут я его разыскал, значит, телефон, звонил, здорово. Ты что ли? По когласу узнал. Я говорю, я. Да ты где, Волк? Да ты что? Да приезжай ко мне сейчас сюда. Я говорю, да тут курсов. Никаких курсов приезжай. Я говорю, как ты-то хоть живёшь? Да тут вот маленький ребёнок, поздний брак. Ну, в общем, приезжай, сам всё увидишь. Ну, приезжаю, обрадовались, всё. У него действительно пятилетний сынишка, Петька, бегает. В тридцать восемь лет первого ребёнка родился. Ну, с Петькой познакомились. Петька, дядя Володя, всё как надо. А Петька у них капризный, ну, до невозможности. И он мне говорит, слушай, я пока тут посуечусь к столу. Ты Петьку займи чем-нибудь. Повёл меня Петька в свою комнату. Да как открыл шкафы, да как полывали его оттуда автоматы, пистолеты, машины. Ну, Петька у них вот так живёт. Там на целый детский сад игрушек. Через пятнадцать минут мы с Петькой друзья, не разлей вода. И тут заходит друг, ну, пойдём, сейчас мы с тобой амореты, амореты, за встречу, значит, выпьем. Захожу в зал. В зале накрыт на двоих столик. Стоит бутылка амореты, налита два стакана, значит, тут закуска какая-то. Ну, я сел. А Петька подходит к столику, стоит и думает, чего ему делать. На него не накрыли. Его за стол не сажают. Его сейчас спать будут укладывать, это он тоже понимает. И вот он стоит и думает, то ли скандал закатить, то ли ещё чего. А я смотрю, друг-то мой сомневается. Я говорю, а ты чего, Петька, стоишь? Ну-ка, садись с мужиками. И пока Петька стул тащил, значит, к столу, я из серванта достал третий стакан и полный стакан амореты Петьки налил. Сидим. Заходит его папаша великовозрастный. Ну, смотрит, Петька сидит. Ну, думает, ладно, пусть сидит. Потом, глядя, Петьке стакан амореты налит. И вы знаете, он мне так небрешно говорит. Мне говорит, Петька у нас не пьёт. Понимаете? Петька у нас не пьёт. Я говорю, как не пьёт? Не-не-не, говорит, Петька пить не будет. И тянется стакан забрать. Я говорю, Петька, будешь пить? Петька же двумя руками вцепился. Буду пить, ага. Ну, будет пить ты чё? Не-не-не, говорит, Петьке нельзя. Я говорю, да почему? Он говорит, ну, это же алкоголь. Ну, он испугался, мальчонку напоюсь. Я говорю, ну, и что? Он говорит, как что? Ну, это же яд. Я всё ждал, когда он скажет слово яд. Я говорю, яд? Да ты что? Надо жрать. Алкоголь яд. Я говорю, слушай, а до скольки лет алкоголь яд? Вот он что, до 16 лет это яд, да? А в 16 лет паспорт дали, тут уже не яд, и не пей. Эй, нет, говорю. Давай так, вот чем своего Петьку поешь, кормишь, тем и меня пои, корми. А яд мы пить не будем. Взяли с Петькой два стакана, пошли, вылили в унитаз, сдёрнули. Я говорю, смотри, Петька, алкогольный яд не пей. Дураком станешь. Петька пулей, папкин стакан, хватит. Папка, дураком станешь. Я вылил, а он обалдел, она же тысяча рублей, бутылка-то стоила, ну, по тем временам. А я говорю, да ты посмотри, кто я. Он прочитал, говорит, Господи, да я же совсем забыл. Тут в 84-м году твои лекции по узку ходили в магнитофонной записи. Я их ещё и переписывал, да, гордился, что это мой друг, одноклассник, однокурсник. И вот вы знаете, соратники, мы с ним за этим трезвым столом просидели, проговорили всю ночь. Всю ночь просидели за этим столом. И так мы эту ночь пообщались душевно. Вот так вот всё, вот что с нами делают, со страной делают, седни-то с нашими, что в конце концов будет. И я в очередной раз понял, сколько же душевного человеческого общения сожрало у нашего народа эта страшная алкогольная трава. Нормального человеческого душевного общения. Представьте бы, осталось это Амарата, но ей бы не кончилось, там бы вторая, третья, четвёртая бутылка. Нахрюкались, через час вспомнили бы пошлую какую-нибудь историю, завалились спать, наутро голова болит, на душе, как говорится. Вот вам и вся была встреча старых университетских друзей. Но меня поразило то, что он впервые, за 46, по-моему, лет, 45 лет впервые ему мысль пришла в голову. А детям-то почему? Ну детям же никто не наливает, правда, алкоголь? Все знают, для детей алкоголь яд. Но если для детей яд, так почему тогда для взрослых он не яд? Если он вообще для живого организма яд. Следующее запишите. Не производить над собой алкогольных, табачных и очковых экспериментов. Табачных и очковых экспериментов. Табачных и очковых экспериментов. Вы знаете, не перевелись среди нас еще экспериментаторы. Вот уже три года, три месяца живет, все нормально. Дай-ка попробовать, как оно подействует. Оно же как-то должно подействовать, правда? Дай-ка попробовать. Сразу вам хочу сказать, соратники, ничего из этого пробования хорошего не выйдет. И пробовать не надо. Пробовать не надо. Вот меня некоторые глупые корреспонденты, а им все хочется докопаться, почему мы, члены Союза борьбы за народную трезвость, не употребляем алкоголь. И они вот хотят, может, мы леченые, может, нам нельзя. Они-то их, наверное, успокоили, леченые, все нормально. То есть человек нормальный, а не употребляет. С их точки зрения это что-то страшное и подозрительное. И вот они мне часто задают такой вопрос. Владимир Георгиевич, ну вот положа руку на сердце, скажите, вот вы могли сейчас взять и выпить? Я говорю, да, конечно, могу. Рог есть, отравы, море взял, да залил. А зачем? Я могу. Ну а зачем это делать? Что-нибудь я с этого хорошего получу? Нет. Моя семья нет. Моя страна нет. Ну а зачем это делать? Этот вопрос, можете ли выпить, настолько же глуп, как вы меня спросили. Владимир Георгиевич, вон с крыши того дома, мне с головой обоспать. Могли бы сейчас прыгнуть? Конечно могу. Взял, залез, да и прыгнул. А зачем это делать? Я могу прыгнуть? Зачем? Но сверну шею, похоронят. Ничего ж хорошего с этого не будет? Тогда зачем это делать? Я помню, во втором классе друг друга все нанимали вопросом. Слушай, ты б за миллион съел дохлую кошку? И вот давай думай, кто-то съел, кто-то не съел. А зачем вообще дохлую кошку-то есть? Ну вопрос-то глупый, правда? Так вот, алкоголь и табак это и есть та самая дохлая кошка, про которую все друг друга спрашивают. Выпьешь, сакуречка, дайте, дохлую кошку съешь. Нет, начинают думать, спасибо, я дохлую кошку не ем, понятно, я съем подохлее и еще что-либо. Так, записали еще следующий принцип. Это техника безопасности идет. Жить по принципу. Не травлюсь алкоголем табаком сам и не участвую в отравлении своих соотечественников. Жить по принципу. Не травлюсь алкоголем табаком сам и не участвую в отравлении своих соотечественников. Очень важный принцип техники безопасности. Очень важный соратники. Я вам даже больше скажу. С завтрашнего дня любая бутылка алкогольного яда, которая пройдет через ваши руки, она может к вам назад вернуться и ударить так больно, как вы себе даже и не представляете. И вот вам маленький пример. У меня на берегу Ами дачный участок. Я туда каждый день на велосипеде летом езжу. И каждый раз, въезжая в садоводчество, я проезжаю мимо маленького скромного памятника, на котором написана табличка. Ковалев Гена. Родился тогда-то, умер тогда-то. Прожил на свете Ковалев Гена ровно 10 месяцев и 22 дня. А что случилось? Шофер на самосвале перевез в берегной какому-то хозяину. Вывалил. Тот говорит, слушай, с тобой может алкоголем рассчитаться, этим делом, бутылками. Тот говорит, так конечно бутылками, какой разговор. И он с ним бутылками рассчитался. А соблазн велик, а жабры, как говорится, горят, а уже вечерело, и там никакого гаи вроде, так сказать, по дороге не было. Он отъехал 5 метров, шофер достал бутылку, буль-буль-буль-буль-буль залил и показал. И выезжая из садоводчества, прямо по колясочке с этим Ковалевым Геном взял и проехал. Его поймали, судили, дали ему по максимуму 12 лет тюрьмы. Но, во-первых, пьяный, ребенка задавил и убегал с места происшествия, с места, так сказать, Канострова. Но я хочу у вас спросить, царанники, вот тот человек, который ему дал бутылки, как вы думаете, вот на том божьем суде он будет отвечать за это преступление, а? Не является ли он организатором, соучастником, прямым соучастником убийства невинного младенца? Есть ли у вас гарантия, что бутылка, которая через ваши руки пройдет, к чему-нибудь подобному не приведет? Ведь это я, который любого человека в дурака превратить может? Любого человека. И последний принцип допишите. Помните, помните, невозможно помочь себе, не помогая другим. Помните, невозможно помочь себе, не помогая другим. Помните, помните, помогая другим, я помогаю себе. Помните, невозможно помочь себе, не помогая другим. Помогая другим, я помогаю себе. Помогая другим, я помогаю себе. И ниже напишите три заповеди Шичко. Заголовочек. Это тоже к технике безопасности относится. Три заповеди Шичко. Первое. Спешите делать добро. Спешите делать добро. Делать добро. Второе заповедь. Выбрался сам, помоги другому. Выбрался сам, помоги другому. Помоги другому. И третье заповедь. Если не я, то кто же? Если не я, то кто же? То кто же? И ниже напишите. Клуб оптималист. Оптималист Геннадия Андреевича Шичко. Клуб оптималист. Г.А. Шичко. Геннадия Андреевича Шичко. И напишите расшифровку. Оптимальный тире. Наилучший. Оптимальный это наилучший. Это латинское слово, оптимальный, означает наилучший. Когда Геннадий Андреевич Шичко сделал ряд своих открытий и спормулировал свой метод психоанализа. В те годы, кстати, у нас в стране психоанализ считался буржуазной уже наукой. Им было запрещено заниматься. И он даже свой метод не мог назвать психоанализом. Знаете, как он свой метод зашифровал, назвал? Метод гортоновической тезоалкоголизмии. То есть он вот так вот его, значит, всюду подавал. И он понял, что он может очень многим людям помочь избавиться от различных вредных привычек, зависимости. И он начал проводить курсы, помогать избавляться от алкоголя, табака, наркотиков. Шичко, конечно, был человек, выдающийся во всех отношениях. Люди к нему тянулись. А жил он в Ленинграде, в районе крупного завода объединения Светлана. И очень много людей было с этого завода Светлана. И в конце концов, вокруг него образовалось нечто вроде клуба. Им дали помещение. И стал вопрос, как назвать этот клуб. И Шичко предложил, давайте назовем клуб оптималистом. И как он это расшифровал? Он сказал, что человек рожден со свободной волей. Он может служить дьяволу, травить себя алкоголем, дамаком, калечить очками, обжорством, чем угодно. Но человек ведь может служить и Богу, правда? Может взять и отказаться от этого глухого занятия. И прожить жизнь оптимальным, наилучшим образом. По оптимальной, наилучшей программе. И вот те люди, которые по методу Шичко отказались от этих вредных привычек, они себя с гордостью называли оптималисты. То есть люди, которые живут по оптимальной, наилучшей жизненной программе. Уже после смерти Шичко движение оптималистов полыхануло по всей стране. Начали создаваться клубы, в том числе и здесь у нас в Абакане несколько клубов, и по всей Кракасии были созданы. Где людям помогали по методу Шичко избавиться от этих вредных привычек. Создано всесоюзное и всероссийское объединение клубов оптималистов. И если у клуба есть свое постоянное помещение, то обязательно на стене висит портрет академика Углова, висит портрет Геннадия Андреевича Шичко, и висят его три заповеди. Спешите делать добро, выбрался сам, помоги другому, и если не я, то кто же. И вот сейчас точно такие же занятия вчера закончились у вас в Саиногорске. Моя коллега проводила подобные курсы. Вот такие же занятия сейчас идут на Камчатке, идут в Москве, в Минске, в Душанбе. Во всех крупных городах проходят, есть эти клубы, ведутся подобные занятия. Даже в деревне Углы Алтайского края тоже есть наши соратники и помогают своим односельчанам избавиться от этой скверны, от алкоголя, табака и других наркотиков. И вот Геннадий Андреевич Шичко всякий раз, когда заканчивал очередную группу, он выходил вот так вот и задавал, в общем-то, глупый вопрос. Он спрашивал, дорогие соратники, вот вы верите в то, что я человек нормальный? Вот вы верите в то, что я нормальный человек? Я себя ни алкоголем, ни ацетоном, ни гноем, ни керосином, ни табаком не травлю ни в праздник, ни в будний день. Я совершенно нормальный человек. А вот те люди, которые вон там стоят в лайках очередь за алкоголем, табаком, это люди сумасшедшие. У них не все в порядке с головой. Они за свои собственные, кстати, немалые деньги покупают страшные наркотические яды и травят, убивают себя этими ядами. Так вот, соратники, все вы с завтрашнего дня можете начать пить, курить, есть и нацепить очки ровно столько и ровно такие, как вы носили неделю назад. Вы люди свободные. Поймите, что вы люди свободные. Вы можете делать все, что хотите. Я вас не кодировал, не гипнотизировал, не укалывал. Вы можете все, что угодно делать. Более того, с завтрашнего дня вы можете начать пить, курить, есть и нацепить очки еще более сильные, чем даже у вас были. Это тоже ваше право и ваша свобода. И я вас этой свободой не лишал. Но истинная ваша свобода заключается в том, что вы можете с радостью и навсегда отказаться от этого глупейшего занятия, самому себя травить и самому себя колечь. И вот те люди, те соратники, которые встают на этот оптимальный жизненный путь, становятся оптималистами по жизни. С этими соратниками мы, конечно, будем работать дальше. Здесь работает клуб «Луч», мои помощники, ассистенты. Вы раз в месяц будете встречаться. Завтра у вас будет первая встреча. Там вам расскажут и о клубе, и материалы еще раздадут кое-какие. То есть все, и назначат следующую встречу на сентябрь, октябрь, ноябрь. У вас будет этот клуб, так сказать, постоянно действующий. Вам помогут довести начатое ваше дело до конца. А сейчас запишите все мой адрес. Мой адрес. Запишите. 630-117. 630-117. Новосибирск-117. Новосибирск-117. Абонементный ящик АЯ. Абонементный ящик 521. Жданов Владимир Георгиевич. Жданов Владимир Георгиевич. Запишите на всякий случай мой телефон. Вдруг будете в Новосибирске, обязательно позвоните. Я что-то через вас передам. Сюда какие-то материалы, газеты, просьбы. Телефон мой 32-23-21. Если меня дома нет, часто меня дома не бывает. Жена и дочка всегда скажут, где, когда я приеду, что передать. В общем, все это контактный телефон. Это домашний телефон. Записали? А теперь, соратники, запишите домашнее задание. Домашнее задание. Сегодня у нас воскресенье, выпускной день. Сегодня дневников тоже писать не надо. С завтрашнего дня вы начнете писать дневник номер 1. Вот эти три дневника, что мы писали на курсе, это учебные дневники. А уже с завтрашнего дня вы начнете писать нормальные, правильные дневники. Дневник номер 1, 2, 3, 4, 5. И так у вас эта нумерация пойдет. Пишите в общей тетрадке дневники. А потом навстречу просто принесете один последний дневничок Александру Алексеевичу. Сдадите, он посмотрит, подскажет, значит, сравнит с первым вашим дневничком, как идут у вас ваши дела. Вот. А сегодня я вас всех попрошу написать, запишите. Отзыв о занятиях. Отзыв о занятиях. Отзыв о занятиях. Значит, сегодня я вас попрошу взять двойной лист бумаги в клетку, расположить вертикально и написать. Отзыв о занятиях в Народном университете Здорового образа жизни по методу Шичко-Бийца. Вот. И напишите, стоит этим заниматься, не стоит. Дает эта методика чего-то, не дает. Какие-то замечания, пожелания, ваши предложения. Я очень с огромным интересом всегда читаю ваши отзывы. И в конце отзыва, соратники, я вас очень попрошу, если вы сочтете возможным, написать, подписаться вот этим отзывом и написать вашу настоящую фамилию, имя, отчество. Написать ваш возраст, вашу профессию и ваш адрес. И тогда это уже будет не просто отзыв для меня, бумажка. А это будет документ. Это будет документ. Значит, зачем мне нужен этот отзыв как документ? Дело в том, что официальная медицина в очередной раз по всей стране хочет удавить метод Геннадия Андреевича Шичкова. Основная причина, основная претензия, которую предъявляют моим коллегам на местах, это следующее. Как это так? Вы беретесь лечить людей, у вас нет медицинского диплома. Мы говорим, так мы людей не лечим, мы людей учим. Как это не лечить, они после вас здоровыми становятся и в больницу не ходят. Но это уж ваши проблемы. Нет, вы лечите и лечить не имеете права. Лечить имеют право только мы, только врачи. А на сегодняшний день, соратники, у нас совершена страшная диверсия против народного здравоохранения. У нас впервые в истории России врача заинтересовали в болезни больного. И чем больше и чаще будет человек болеть, обращаться к врачу, тем больше будет у врача зарплата. Страховая медицина. У меня жена заведует поликлинической службой, она говорит, это вредительство самое высокоорганизованное в нашей стране. Заинтересовать врачам болеть не больно. Чем больше будут люди болеть, тем у нас будут выше страховые выплаты, тем больше наши будут зарплаты. Ну и вы, говорит, конечно, наши конкуренты получаетесь. Вы же людей учите здоровому образу жизни, учите не болеть. Я, соратники, в восемнадцатый год веду здоровый и трезвый образ жизни. Я за восемнадцать последних лет ни разу ничем не поднял. Ни разу не обращался ни в больницу, никуда. Ну только что за справкой, что я здоров для КАИ. То есть вот единственное мое обращение в эту больницу было. Я даже не знаю, как там работают аптеки, как там работают наши больницы. Меня это просто не касается, понимаете. Все это мимо меня идет. Человек ведет здоровый и трезвый образ жизни. И вот эти ваши отзывы. Сейчас в Государственной Думе сменилось руководство Комитета по здравоохранению. И я буду в октябре месяце в Москве, и я эти отзывы собираюсь отвести в Государственную Думу. Мы хотим придать методу Шичко государственный статус. Чтобы этот метод, по крайней мере, включили в программу педагогических и медицинских институтов. Чтобы студентов в этой методике обучали. А еще бы лучше, и старшеклассников бы давали эту методику в школе, так сказать, как основа здорового образа жизни, психоанализ Шичко. И я очень прошу, кто из вас имеет медицинское образование, поднимите руку, и у кого есть медицинское образование. Обязательно напишите. Я медик с таким-то стажем утверждаю, что метод Шичко веется метод не медицинский. Это метод педагогический, воспитательный, и может овладеть любой человек, который хочет помочь другим людям. А у кого есть педагогическое образование, поднимите руки. А вы напишите. Я, педагог, с таким-то стажем утверждаю, что метод Шичко веется, это метод педагогический. Его надо, так сказать, внедрять в педагогические институты, обучать учителей, потому что это метод не медицинский. И тогда мне очень важны еще и ваши отзывы учителей и врачей, профессию твою напишите. Это не просто отзыв, это заключение специалиста. Вы же специалист, правда? Вы же педагог. Вы сами прошли эту методику, на себе видите, да? Здесь нет никакого лечения, это чистое педагогика, воспитание человека. Понятно? Вот эти вот отзывы я отдельно даже складываю, педагогов, врачей, показываю. Вот, смотрите, вам кто-то здесь шепчет, что это ерунда. Вот, вот что говорят врачи, пишут, вот что пишут педагоги. Значит, завтра, соратники, я... Что? Ну, медсестра тоже, что же медик, ну, вы же можете оценить, правда? То есть, если я уколы делал, а у него нет, ну, раз не делал, значит, я же не врач. Я учил людей, учил здоровье, учил здоровому образу жизни, учил гимнастике. Так, завтра, соратники, в 6 часов запишите, у вас в 6 часов завтра будет здесь первая встреча. Она будет короткая, наверное, где-то полчаса, минут 40, не больше, не опаздывайте. Эту встречу проведут Григорий Иванович и Александр Алексеевич с вами. Они тут еще принесут кое-какую литературу, интересную тоже информацию, раздадут вам еще материалы по нашему курсу дополнительные. И вы завтра принесите на эту встречу вот этот отзыв, сдадите ему. А Григорий Иванович мне их перешлет, хорошо? То есть, завтра принесете этот отзыв, сдадите здесь, на вашей встрече. Так, записали? А сейчас запишите все тему, тему запишите. Пиратские очки. Пиратские очки. Пиратские очки. Поставьте Григорий и напишите. Одно из самых мощных упражнений по методу Бейца. Пиратские очки. Одно из самых сильных упражнений по методу Бейца. Пиратские очки. Одно из самых сильных упражнений по методу убийца. И ниже все красные строки напишите. Читать. Писать. Смотреть телевизор. Читать. Писать. Смотреть телевизор. Работать на компьютере. Ходить дома. На природе. На отдыхе. Ходить дома. На природе. На отдыхе. На отдыхе. В одноглазых пиратских очках. В одноглазых пиратских очках. В пиратских очках. При этом зрение тренируется в обоих глазах. При этом зрение тренируется. При этом зрение тренируется в обоих глазах. При этом зрение тренируется в обоих глазах. Через 30 минут делать пальминг и менять повязку с глаза на глаз. Одно из самых мощных упражнений на тренировку глазодвигательных мышц это пиратские очки. Закрываются, вот у меня пустые, здесь стекол нет. Один глаз закрывается повязочкой, шторкой, а второй глаз смотрит, работает. Читает, пишет, пишите, читаете. Телевизор, компьютер смотрите, смотрите одним глазом. Если вы не видите телевизор пока без очков, не видите, мучиться не надо. Возьмите более слабые очки, в которых видите, но все равно закройте один глаз. Но все равно этому глазу дадите работу, и тому, и другому. Понятно? Временно более слабые очки, но закрываете все равно один глаз. А смеет можно? Можно, да. Глаз открытый. То есть, перед этим шторка он не видит, а он тоже работает, все как надо делает. Он просто не видит. Глаз не закрыт, оба глаза открыты. Поэтому просто заслоняет шторка всю видимость. Понятно? Значит, вы начнете. Это одно из самых мощнейших упражнений, и в том числе это упражнение позволяет сохранить и развить зрение при смотрении телевизора и работе на компьютере. Когда человек двумя глазами смотрит телевизор или двумя глазами работает на компьютере, у него резко улучшается зрение. Почему? Да потому что даже всякий раз, когда он моргает, глаза ленивые знают, что опять в этот ящик надо будет смотреть, идиотский, и мышцы не расслабляются в момент моргания. Но когда человек надевает один глаз, закрывает, то оказывается, всякий раз, когда он моргает, он после моргания вынужден снова наводить глаз на резкость, мышца не работает. И поэтому, когда он смотрит одним глазом, у него постоянно работают глазодвигательные мышцы на... после каждого моргания он вынужден подстраивать глаз на резкость. Понимаете? И у него в этот момент, когда он смотрит одним глазом, идет мощнейшая тренировка глазодвигательных мышц. Если человек будет читать и писать на одном и том же расстоянии, то у него зрение от этого ухудшится. Правда? Но если он в процессе чтения письма будет постоянно менять расстояние до текста, то он что будет? Не только писать, читать, но и тренировать глаза. Согласны? Оказывается, если двумя глазами смотреть телевизор, работать на компьютере, зрение будет ухудшаться, а если одним глазом, то будут тренироваться глаза с помощью компьютера и с помощью телевизора. Через 30 минут глаза устают, очень сильно устают одним глазом, очень сильно глаза устают смотреть, нагрузка большая. Через 30 минут вы закрываете глаза, делаете пальмин, и когда вы сделаете пальмин, у вас этот глаз, который был открыт, сияет, а этот черный. И вы делаете пальмин, пока оба глаза не успокоятся, не станут черными. В обоих глазах обнародная темнота стала все, открыли глазки, поморкали, закрыли правый глаз и поработали левым глазом 2 часа. Потом снова сделали пальмин, зрение успокоилось, часок поработали без очков. Я говорю, нагрузка очень сильная, закрыть глаза, это нагрузка на глаза очень большая. А потом снова, чем больше соратники вы будете находиться дома, на отдыхе, на работе, читать, писать, смотреть телевизор в одноглазых очках, тем скорее вы восстановите зрение. Тем скорее вы восстановите зрение. Это одно из самых мощных и сильных и очень нагрузочных упражнений на глаза. Я их специально не даю с первого дня, хотя мы в Череповце, почему мы так быстро восстановили зрение? Мы с первого дня, как только начали занятия, сам Афонин надел себе повязку пиратскую и говорит, все достали свои пиратские очки и их надели. Надели очки мы пиратские, он говорит, вначале, чтобы слабый глаз, который хуже видит, у вас смотрел. Я закрыл правый глаз, у меня левый глаз хуже видит, травмированный. А первый день мы же со всей страны съехались, ну все друг друга знают, я сзади сидел и меня отвлекли. Как там, что я туда-сюда, и я прослушал, что каждые 30 минут надо менять повязку с глаза на глаз. И я первый день проходил целый день с повязкой на правом глазу. К вечеру, как у меня заболел глаз, как свинца туда налили, пол головы хоть отрубай. Я прибегаю ко Афонину, я говорю, слушай, голова раскалывается, а что? Да твои повязки, да ты что, да надо менять, да каждый, ой-ой-ой, и так далее. Я вот понял, вот врачи заклеивают глаз на целый день ребенку, вот им бы самим хоть раз на целый день заклеить глаз, они бы поняли, какая это страшная мука смотреть одним глазом. Это очень страшная нагрузка на глаза человека. Поэтому используйте вот этот вот обязательно, пиратские очки в своей практике постоянно, постоянно используйте. Запишите еще, темные очки, темные очки очень вредны, темные очки очень вредны. Носить их только в исключительных случаях, осенью, когда выпадает первый снег и, скажем, солнце, да, тут можно закрыть. Весной, когда вдруг солнечный день, выпадает чистый снег, тоже глаза слепить можно. Ну, скажем, за рулем еще, когда напрямую солнце садится или восходит, по глазам бьет. А вообще очень вредны темные очки, очень вредны, носить их не надо. Они нарушают правильную работу зрачковой мышцы. Зрачковая мышца должна работать, регулировать количество света, а темные очки ее поросли исключают из работы, и это очень вредно. Запишите еще, очки с дырками, очки с дырками, очки с дырками. Темные, они у вас темнеют на солнце? Не видим. Дымчатые, ну ладно, ничего, все равно их выпросите скоро. Так, значит, очки с дырками, лазер-вижен, называется, лазер-вижен. Лазер-вижен. Ну вот, как мне показывали, кто-то принес с собой, да? В остатке-дире напишите, очень вредны, очень вредны, очень вредны. Очень вредны. Я когда в 95-м году начал вести эти курсы, буквально месяца через два из Москвы прилетел специальный представитель фирмы лазер-вижен и начал со мной такой разговор. Владимир Георгиевич, вы будете самый богатый человек в Новосибирске, если возьметесь пропагандировать, распространять наши очки. А тогда же это было диковин, да еще про них никто не знал. Я говорю, а что за очки? Он говорит, вот, Надя, оставил две пары очков, оставил документацию на русском и самое главное на английском языке. Ну а мы специалисты оптики, я говорю, я первый университет закончил по специальности физика, оптик. Мы эти очки неделю покрутили, посмотрели и наотрез отказались их рекламировать, продавать и пропагандировать. Почему? Дело в том, что эти очки никакого отношения к лазерам не имеют вообще. Они были изобретены в 1912 году. И они используют самый простой принцип, через маленькую дырочку глубина построения изображения резко увеличивается. И в этих очках прекрасно видят близоруки вдаль, а дальнозорки вблизи. Потому что и так, и так. Ну об этом знают все, кто хотя бы раз в жизни фотографировал фотоаппаратом смена. Если надо только человека снять, а чтобы гора была не видна сзади, мы открываем диафрагму. Да, человек резко, а фона не видать. А если хотим и человека, и гору, то мы делаем маленькую диафрагму, большую выдержку, и у нас и гора, и человек резко получает. Вот то же самое. Но эти очки, они мышцы глаз у человека не расслабляют. Мышцы находятся просто в совершенно безразличном состоянии. При любых мышцах глаз, человек все равно в этих очках видит. Но он видит-то и в стеклянных очках, правда? Но это очки с дырками. Они как очки обездвиживают глаза. Причем даже сильнее, чем стеклянные. Потому что там надо в дырку смотреть, чтобы не мельтешило. Глаза неподвижны. Это вредно для глаз. Кроме того, это очки темные. Они 95% света задерживают. И самое главное, в английском варианте описание этих очков большими буквами написано. А дальше, внимание, восклицательные знаки. Использовать эти очки не более 20 минут в день. Иначе вы посадите зрение и ухудшите свои глаза. Ну понятно, что такую небезопасную и дорогостоящую игрушку мы пропагандировать не стали. А вот есть, знаете, такие альбомы. Называются «Волшебный глаз», «Третий глаз», «Волшебные картинки». Видели, наверное, такие штрихи-штрихи. А потом смотришь-смотришь, и там вдруг какая-то фигурка появляется. Вот это очень полезный тренажер по методу Бейца. Увидите где-нибудь, купите, используйте. Это очень хорошая тренировка зрения. И для вас, и для ваших детей. Очень хорошая тренировка.